и по-быстрому вытащить артефакт из центра. Без задержки, да, кстати, я без задержки, что-то забыл ее включить. Ну, хотя я сейчас делаю рестрим вообще, так что в данный момент неважно, есть задержка или нет. Арбу не купил, ну капец. Ой, лечу арбу не взял. Арба важнее, чем лич, знаете. Став циклона, очень посредственный, конечно. Лич вынужден пешкарусом возвращаться. Покупать арбу. Все такое, защищенное, прикрытое, прогрейжены. Твич упал, значит была ретрансляция и я сломал 6. Эх, арктонс, арктонс. Так, ну что делать? На красную справа, наверное, продолжать крепиться. Да, тем более люц собирает левую и верхнюю красную. Хочешь сразу базу сюда поставить. Не знаю, как у андэдов, насколько это... Но люц серьезный, серьезный. Хотя, так сказать, тоже не лаком шит. У нас в Европе очень много хороших андэдов. И практика, как мы видели, как в шейк же все-таки справился. Ой-ой-ой. Боевые когти. Пошел телепорт. Позиция что-то не самая хорошая. Где МШ вообще? Да как он так степешился? Неслась. Циклон, импейл. Поднимает героя в воздух. Импейл шикарный, просто по гулям. Гулли рассыпаются. Очень битый лич. Аура выпала еще к гаду, врагу. Можно убить... А, жука не убить уже. 56 лимита. Минус 15 лимита сейчас. Неплохой импейл. Очень даже неплохой. Аймшу кидает. Леча надо лечить. Леча лечить. Блин. Я говорю, я терпеть не могу, долбежку на фундах. У меня тут жук гипернеудачно степешился, и это все решило. Да. Так-то у меня тут жесткое преимущество было по всему. Кроме этой позиции. В одном файте. Ну вот, о чем я и говорю. Просто опыт решает на этих фундах. Обосанных. Ну, он 50 лет на них долбится. Что я сделаю? Надо раньше форсировать ситуацию. Так, ну что. Давайте, наверное, вторую посмотрим. Хотя попробую зайти сейчас. А, не, нормально. Давайте посмотрим на Thunder против Lemie. Во-первых, это разные расы. Во-вторых, там тоже корейцы. Я уверен, что у меня по грейдамы, по всему, было жесткое преимущество. И по Lemie. Ну, если вы хотите досмотреть зеркалку андедовскую, TGV против Люци, то вы можете абсолютно спокойно зайти к нему, посмотреть стрим. Я бы взглянул на сеточку. И, ага. Thunder как раз сейчас будет с Lemie играть. TGV пока проигрывает Люци, но есть шансы. Плюс впереди еще Купер. Старшейп там. Фоги первым ждет в полуфинале. Очень хочет TGV против эльфа в битве за код, и там будет топ-контент. Да, TGV очень хорошо комментирует. Очень хорошо комментирует. Рео говорит, как же мало участников в бедном варкапе. А сколько, кстати, у нас сеточка? На 32 или на 64? На 32 человека. Ну, конкуренция очень высокая. Ты попробуй ворваться туда. И сразу все объяснят. Ну, да, близзы, конечно, с Reforged'ом. Могли бы добавить новых игроков в игру. Но когда есть недоделанная компания, а также отсутствующий ладер, то откуда игроки появятся вообще? У нас как было? Мы проходили компанию, естественно, хотя не все. Возможно, кто-то начинал, я знаю, папашек из Питера, которые, в принципе, в компанию не играли. Просто перешли со Старика на Варик. Сразу с сетевой режима и все. Но самое главное, конечно, это Battle.net. Это взаимодействие, противостояние. Короче, Foggy долго будет ждать. По крайней мере, серию Бо-3. Лимея и Thunder. Что-то мне пытается доступ. А, уже все, да? Уже игра должна была появиться. Так и есть. На хостботах новых играем. А, мы зашли к ТГВ. Хорошо, давайте так сделаем. Давайте посмотрим ТГВ против Люцифера. Вторую игру. Поболеем за ТГВ. Поболеем. И, конечно же, бустер. Финальный штришок. Это бустер. Кому вообще нужен Battle.net, когда есть Warcraft 3 Champions? Так в том-то и дело, что Warcraft 3 Champions появился не сразу. Вот. А представь, если ты первый раз познакомился с Reforged'ом. Ну, тут просто вот купил эту новую игру, которую активно рекламировали. Недоделанную. Сколько ты будешь ждать месяц, два, три, четыре, и будешь ставить какой-то там левый ладер? Для того, чтобы... Я говорю о том, что игра была не готова, к сожалению. И о том, что если придет игрок сторонний, новый игрок, который вот только приобрел и захочет поиграть в Battle.net, и его ждало разочарование дикое. До сих пор нет официального ладера. Не говоря уж там о статистике, о чем-то таком приемлемом. Так-то да, так-то Warcraft 3 Champions работает, и опытные товарищи соревнуются именно там. Почему счет 0-0? Ну, мы верим в будущее, в светлое. Давайте я поставлю вот так вот. Шесть. Ладно. Вот нам мистер Лайт говорит, что не разговаривается, мы рефери, а не апсы, поэтому... Нет, танкер, розовые пони, это далеко не мясной конь, этот товарищ скилловый, и негативит только в сторону дисбаланса. Жук против жука. Поскакали. Я бы там сделал, на самом деле, рестрим, потому что ТГВ очень часто емко комментирует происходящее. Кстати, давайте проверим, у ТГВ вообще задержка есть, я нормально там... Может, зря переживал. Да, у него есть какая-то задержка. Да, у него есть задержка. Ладно. Если мистер Лайт напишет, что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нужен делейт, то я поставлю. Ну, забыл поставить. Ну, так значительно без задержки комфортнее, потому что с частиком можно пообщаться, потому что быстро исправляешь какие-то там недоразумения. Даркнубик, здравствуй. Ну, там, запустить бустер, там, подправить счет. Ну, что цифер стрим ставит, ТГВ на ГГ не будет. Я тоже думаю, что одно дело, если ты там стримишь какие-то там первые пары игроков не очень известных, они могут подмониторить стрим. Не знаю, насколько это поможет, там, респ узнать, хотя это карта с двумя респами. Но когда речь идет о киберкатлетах, о людях, которые наиграли десятки тысяч часов, во-первых, они в большинстве случаев знают, что происходит, во-вторых, их мониторинг будет только отвлекать. Ну, потому что это тупо неудобно. Ну, и в конце концов, если уж каким-то макаром выяснится, что ты мониторишь, я не помню, как это в последний раз, если честно, кто-то там, кто-то откровенно палил стрим, и это стало известно. То, ну, это до свидания сразу. То есть, Блэй до сих пор в бане сидит, несмотря на то, что происшествие с 3-2-2 было 3 года назад. Он забанен именно за это. Заставки не на себя. Неплохой МПЛ, попытка окружить, но выскакивает жук. А вот здесь уже не выскочит розовый пони, надо тут же телепортироваться. Начало очень плохое ТГВ. Ютуба ориентировочно не будет, друзья. Он не... ну, аспирант не бахнул трансляцию. Ждем, когда он придет и подключит Ютуб. Нельзя так просто взять и кинуть трансляцию на Ютуб. Ну, то есть, пустить ее, как раньше. Они там изменили систему, и нужно создавать стрим заранее. Счет какой? Ну, вот счет наверху, Жонатан. 0-6. Шансов очень мало на победу. Пони не сдается, но он знает, что у противника есть Грэжный Зигурат. Остались игроки с репутацией, говорит Мистер Лай. Ай-яй-яй, конечно же, Нок уже. Да, я тоже думаю, что... Это такая тема. Очень... Ну, я реально не могу представить себе ситуацию, когда человек осознанно будет там стрим подсматривать или подслушивать. Это... Ладно, знаете, эти вещи пришли, когда никто не стримил. И когда было это... Ну, это что-то в новинку. А сейчас... Уже все все проверили, поняли. Че рыпаться? Все равно толку нет. Если ты выходишь против игрока с неправильным настроем, и который круче тебя, например, играет, то все, это без шансов. Вы можете там сколько угодно смотреть, изучать, как будет играть Люцифера. Он вас одной и той же стратегии 30 раз подряд ушатает, просто за счет класса исполнения и прочее. Можете там готовиться как угодно. Вы можете точно знать, что он будет делать. Это чаще всего... Ну, если вы играете слабее, это вам не поможет. Все стратегии известны. Подстройки идут по мелочам каким-то, по каким-то таймингам. Неплохой персональный телепорт от Люци. Вылетает розовый. Ну, его значительно меньше. Его на 10 меньше. Он сгрызает снова шахту. Зум 2000 ставит Люци. Во время битвы вообще его не смущает. То, что идет сражение сейчас. Он просто отзумливает. Откидывается на спинку кресла и смотрит за этой битвой. Ну, можно же, типа, у тебя там разведка супер подловить на криппинге. Ну, обычно делают стандартную разведку. Если ты не уверен, где находится противник, и начинаешь крипить какую-то точку, обычно ты отправляешь что-то. Ну, обрати внимание, как игроки это делают. То есть всегда вот есть такие точечные вещи, которые где-то что-то проверяют. Можно, конечно, рисковать. Вот, но... Забегание идет на мейн. Съедаются колиты, не реагирует. ТГВ, там нет нерубки еще. Съедается нерубка на экспе. Ладно, не съедается. Недоконтраливает дико просто ТГВ. А я хочу посмотреть от его лица вот эту вот катастрофу, которая сейчас будет. Смотреть. Он как раз отстает ненадолго. Сейчас прилетит ему атака. Мне трупы нужны. Мне кажется, он даже не увидел. Он контролил, типа, на экспе. Не заметил, как к нему прибежали. Хотя гульку увидел. А-а-а, видели? Он сейчас увидел зигурат и вроде попытался его прогрейдить. У-у-у-у. Ну что за руина? А-а-а, это провалы. А, в сетку тролля ловит. И съедают на халяву просто. В это время на мэйне уже прибежали. Он не смотрит туда. Он сосредоточен на... На этом жуке. Чинит, контролит. Это будет просто... Такое подгорание сейчас у него. А его грызут уже. Уже двух аалитов сгрызли. Уже гульку догрызают. Ему говорят, ау-таун из андер-атак. Он не алло. Блин, сколько же там гули сгрызли. Интересно. Типа, отбился сейчас. Проверяй. Покажите мэйн просто. Очень сфокусированные. Вот это... Ой! Ну, а где реакция? Вот она. А толку у нее персоналка есть. Нет, и два. Нельзя было тут так нажимать. А-а-а-а. Беда. Нет, Павел, пока... А пока аспирант не придет, не получится. Я не знаю, почему я знаю сриппинги, которые не тестил на капах. Ну вот, серьезно. Да, да. Экспериментировать на турнирах, это самая плохая вообще идея. Даже если вы попались с человеком и играете с ним... Ну еще и ЛС пообузь, давай. Если вы играете с человеком... Какой-нибудь Бо-3, Бо-5... И понимаете, что у вас как бы страта не... Ну, там, каким-то причинам проигрываете и думаете, что это из-за стратегии... То что-то принципиальное новое вообще даже не стоит пытаться. То есть если у вас нет альтернативы, достаточно хорошо отработанной, Лучше сосредоточиться на исправлении недочетов с стратегией, по которой вы даже проиграли. Потому что очень часто, ну, большинство, в принципе, играет по стандарту. И там, изменить крипрут какой-нибудь, подконтролить лучше. Там, героя вражеского окружить в определенных моментах или юнитов поточнее. Ну, поработать именно над исполнением. А толку у него персонал окружает. Он его телепортируется персонально на гульку. А калей-то вжирает. Что за счет дикий, как в баскетболе? Ну, там сказали, счет забыл. Надо было поставить, я поставил. Это 0-2, к сожалению. Ну, разницы нет. 0-2, 0-6, 0-10. Все равно проигрывает, к сожалению, ТГВ. Теряет шахту. Сейчас телепортируется просто Люц. Единственный вариант это пойти, выбить тут банку маны, получить пятого жука и прийти допушить. Это просто единственный вариант, который у меня остается. Нет, давайте не будем в игру. Я не знаю, та же проблема с шейком вчера. Я что-то сам себя перехитрить пытаюсь слишком сильно подстроиться и играю криппинге, которые не тестил на капру. Ну, то есть, которые не тестил. Просто зачем? Да. Пытается восстановить экспанд, но у него на мэйне есть проблемы. Мне кажется, сейчас у Люцы где-то полтинник уже. Мощный зелье выпадает. Бедные, бедные околиты. Как же они страдают. И это еще они турбированные. Они еще с регенерацией хорошей. Жуки дикие. Недоконтроливает еще сам. Виноват. Венец Благородца, но Жук будет пятый. Ну да, пришел, двух гуляй отдал. Кое-как восстановился. Т2, второй герой, гарги. Это, конечно... Гульки нападают. С троллями причем еще. Тут лимит хороший у Люцы. Ну, опять, я сам себя перехитрил тем, что пытался играть. Эх! А, и он уфанул стрим. Забыл про задержку. Ладно, ТГВ. Второй раз отлетает на андедах. Давайте посмотрим на сеточку. Что у нас есть? Что у нас есть? Фоги все еще ждет. Thunder против Лемеи. Они, кажется, первый матч еще играют. Люца ждет победителя пары Cooper-Starshaped. У них там тоже первый матч. И... Давайте попробуем выйти... Зайти, точнее, куда-нибудь. Куперу, не Куперу. Во второй. В целом, получается, на данный момент в живых осталось два корейца. Два корейца. Жалко, конечно, что фокусы тех пор дали. Игры идут до полуфинала сегодня. Не-не-не, сегодня все сыграем. Сегодня сыграем и финал. Финал определяет то, на каком месте ты окажешься в финальной части турнира. То есть с первым будешь играть или со вторым местом. И призовые места, как вы помните, все расписаны до восьмого. То есть вы, выходя из... Ну, выигрывая квалификацию, уже гарантированно себе получаете... Вот там, 50 евро получается. Чуть побольше. Но основной приз, конечно, это первое место. 77. Больше 1000 баксов. Чуть-чуть больше 1000 долларов. При этом камень-доллар. Добрый вечер, друзья. Сегодня варик у нас начался пораньше. Участников не так много. А, Соник стримит Купера. Давайте, Соник, посмотрим, послушаем. Там и Фогич еще стримит. Ну, он... А, Фогич смотрит в сеточку, да? Давайте, Соник, тогда. Фогич ушел. Сколько нужно докинуть, чтобы главный приз был 77777? О, я не знаю. Там распределение хитрое наверняка. Надо смотреть, сколько процентов от суммы первое место. Соник, к сожалению, молчит. Болеем здесь за Купера. Подождите, а это уже, получается, вторая игра. Потому что они стартанули где-то, ну, минут, наверное, 15 назад. Стало быть, уже счет... Счет не такой. Да, экстремал, я в курсе. А кто-нибудь знает, какой счет у них? То есть, может, кто-то следил за этим матчем. Ну, будет, дело в том, что тоже третил. Да, конечно, будет локальная запись. Ну, ты не особо много пропустил. По сути, мы посмотрели только ТГВ против Люциев и все. Правильно, ТГВ, я напасть на шок, я считаю. Михаэль выиграл. Михаэль выиграл ТГВ. Купер сейчас выиграет, скорее всего, Старшейкера. И Фоди будет играть с Тундром, Неболимой. Он снова идет в Медведя, это просто угол. То есть, Купер ведет 1-0, судя по... По интонации Соника можно следить. Демонахантер, она в Лай бегает. Интересно, имеет смысл Димку его реально бить? Стырил, бутылек. Бутылка маны уходит в казненную Блэйду, и минус 1 получится, минус 2 сейчас будет. Да. Ой, какой Старк красивый, какой Старк красивый, видите? И что, на Фонтербе, возьмите. Соник комментирует. Немного проходит дальше. Стоит пикер, ДХ бегает туда-сюда. А что он делает вообще, Димка? В такую агрессию выбегает двумя героями, двумя арчами. Минус арча. Я не понимаю, зачем он пришел сюда? То есть, он пробежал через... И кто у нас тут, кто у нас тут? Через всю карту просто прибежал для того, чтобы отдать арчу и убежать назад. Ну, правда, два... Ну, сетка где? А у Рейдера уже замахивался сколько можно? Добрый день. А нейросети допускает скучать на турнирах? Кстати, я не видел, чтобы Варик в третьей сеткой играла. То есть, во второй строка, да. И там, ну, кажется, Альфа-Стар. А вот Варкрафт... Не видел. Сегодня, скорее всего, не будет готики. Я хочу сделать последнюю часть трансляции, 12 часов замарафонить. На следующей неделе и допройти ее. А сегодня мы, скорее всего, в фафашечку поиграем после турнира, потому что, опять же, соберемся с легкостью. Должно быть их 70 или 80 лимит, а при этом у врага не сказать, что должно быть очень много. Ну, Старшейфт выходит, как вы видите. Это, насколько я помню, шведский эльф. Не... Ну, он хороший, естественно. Он один из лучших эльфов тоже Европы. Но сколько этих эльфов в Европе, правильно? Да, Малайс СПВ, будет. Должны успеть. Степт лайк, привет. Музыка, просто, в конце вообще... Хилварды выпали. Не знаю, значит, смотрите, этот... Пейт, этот... Битва за Граль. Кажется, начинается замес. Кажется. Спиритлинг, сеточки... Моноберн на соточку. Медведи отступают. Дима в атаке. Козел с арбой. Очень наглый козел, надо сказать. Уже минус второй медведь. Бедный рейдер. Кодой гоняется за мишкой, смотрите. Пытается сажать его, не получается никак. Сетка. Сажал. Остался, по сути, последний медведь. И... Ну, а теперь, наверное, Димку надо с ним как-то совладать. Притом, что все красное. Арба тащит. Крит инвол, минус два рейдера. Очень битый грунцер, очень битый второй. Козел умирает просто с руки. ГГ пишет старшип. Вообще никакой борьбы. Типичная... Типичная какая-то игра. То есть у нас получается что? Скорее, с ним надо справляться. Куперу с Люцией, а Фогичу, скорее всего, с Сандером. Ну, может, Лемей, конечно, и справится с Сандером. Но мы видели, как Фогич... Фогич Сандеру проиграл на прошлом турнире. Самое время для реванша. Так, давайте к Лемею зайдем. В игру. Это, получается, последняя часть из стрим-готики. Не будет лишь третью часть проходить без стрима. Пока не планирую третью часть проходить. Так, а какой счет? Это же не первая их игра. Скорее всего, уже вторая. Мне кажется, что Сандер ведет 1-0. Сейчас. Да. Лемей выиграл первую. Оооо, хорош. Из Казахстана эльф. Вот это да. Вот это я понимаю. Красава. просто красава ну хорошо ждем когда за конфермет игру и зайдем в локалку будем смотреть непосредственно из игры приветствую михаил пишет мистер light ночью китайцы не принимают участие где инфите аж почему нет муна был какой-то китаец из тир-2 на прошлый кажется квали не знаю то ли сразу слился то ли ну что то что с ним было корейского кастера сейчас ждем лейлин тиви я не знаю почему не участвуют остальные потому что но это же к ним нужно задавать такой вопрос может призовой маленький может быть пинг не нравится может быть времени нет ждем кастера пока что я чё-то в камеры не заводится это беспокоит не получилось стартануть надо пока не поздно по гарантии сдать он через раз включается так и последний штрих не заводится свечи проверь да 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 но действительно там как-то включается очень странно джин коннор ты меня пугаешь такими фотографиями очень пока нет визуевер ждем эсперанто но зато у нас сегодня будет очень много времени на фуфа а то не было ни разу полноценного вечера с хорошим количеством фуфашек то есть урывками там одну-две карточки играли и все расходились а потому что начинали поздновато привет какой последний сериал смотрела какой понравился весьма неплохой был весьма неплохой сериал был королевский гамбит и как-то он по-другому называется в русской в русском переводе очень симпатичный не без косяков но интересный про женщину шахматистскую американскую из приюта которой the queen's gambit broken dreams грида очень круто у него хорошие оценки по сюжету он довольно предсказуем простоват его сказал но там наверно особо ничего такого и не придумаешь вот ну и там порадовала конечно же чистая русская речь что что конечно наконец-то мы дожили до дня когда реально хорошая настоящая русская речь если там русский шахматист из ссср все все прекрасно прекрасно слаженно складно говорит без без акцентов как-то клюкву можно вообще смотреть а почему клюкву ну безусловно там есть ошибки неточности но эти вещи делают не специально то есть они допускают и оплошности там в плане не знаю там домов остановок машин когда показывают кадр ты можешь заметить что там семьдесят шестом году или когда там они показывают какое время не было этого не было этого там например по пальто такого не ну не не сыскать было но это не намеренная клюква это не медведь балалайкой который водку глушит вот я бы не называл это клюквой девушка шахматист такой оксимарон ну вообще в истории были девушки шахматистки насколько я понимаю и даже чемпионы страны были в сша хотя могу ошибаться они и не очень хорошо изучал вопрос ну конечно там не было победы над шахматистами советскими того времени безусловно мне кажется он не претендует этот фильм на на документальный нисколько это безусловно художественное произведение но тема водки там все же затронута тема водки главный героиня пьет больше чем чем русские а до маленький мальчик который предлагал водку на завтра когда вы уже была лаечни куда же было лаечни а мне казалось что они это сделали специально для того чтобы надавить на ее слабое место то есть они поизучали и и знали что не были проблемы с алкоголем и пытались каким-то макаром заставить перед матчем нажраться вот и все то есть это явно не не какая-то ну это что мы за соседним столиком тоже люди пили и ей внимание уделяли мне кажется это было как раз пока показана такая элегантная работа советских спецслужб вот и все до хорошего вечера друзья всем всем большой привет если посмотреть еще сериал у них всегда русский клюк в каждом сериале гей негр и нужны ничего нового ты просто ты просто это смотришь или нет а гамбит да норм сериал ну да ты все верно понял ее обрабатывали поехали друзья у нас лимей эльф из казахстана играет против корейского хумана фандера человека который на прошлой квалификации выбил бедолагу фогича не помню кому проиграл в результате имею ввиду thunder что 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 не помнишь посмотри тогда раз не помнишь тоже делается пара кликов а он проиграл собственно другому корейцу он проиграл ла 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 это ой 06 еще давайте счет наверно под поменяю а то как-то звучит про какой фильм разговоры королевский гамбит или в русской в русском варианте как-то по-другому я не знаю как перевести там английский queen's gambit а у нас что король что королева королевский получается gambit ход королевы так выкрутились переводчики спасибо и ваби когда уже не успеваете сериал смотреть когда ужинаем когда вот стрим заканчивается где-то часов 12 мы идем ужинать и где-то полчаса у нас есть мы смотрим ферзовик гамбит еще дарья аргент приветствую а я счет неправильно поставил правильно правильно что неправильно 1-0 погнали болеем за лиме конечно же потому что он свой корейцев корейцы настойчиво пытаются прорваться финальную часть прошло две квалификации и вышло два корейца и два наших сейчас пропорция приблизительно такая же осталось осталось там не знаю в живых четыре человека два корейца два наших кто дальше пройдет пока что фоги ждет победителя этой пары амулет энергии выпадает это уже прекрасно для нас бегает фут пытается добить кобальда очевидно и у него это не получилось варька 2 молодец космос 888 говорит майкер привет это виртуальный турнир по варкрафту а вы комментируете очень интересный вопрос предлагаю установиться на нем поподробнее это это действительно турнир виртуальный хотя не знаю как как виртуальный или нет мне вот этот пара порадовала и турнир проходит данный момент вот прямо вот сию секунду если ты зайдешь например на гудгейм например хороший сайт гудгейм в раздел турниры сможешь посмотреть информацию турнире что сегодня там к третья квалификация идет сеточку что она сейчас идет вот и и и собственно да комментарии идут параллельно с происходящим в игре создали игру зашли туда и смотрим как вот они из разных частей мира соревнуются виртуальность ластическую трансовая служба воображаемая бэк состояние которые вертись начнем привозить к принялся и тогда это вполне реальный турнир скорее сюда имелось ввиду онлайн турнир или нет не везу веру император на этом турнире забанен даже не так не император а дмитрий хэппи дмитрий костин я отказываюсь его признавать императором ну он чей-то но не бой император ересь ересь джечь еретика до агресс сегодня будет ой сразу минус минус 2 минус 2 минус 3 раба прячется а зачем прячется в арденка не могу понять у нас же не туда улетели видимо боится что и этими кирками папа по накидают блинг с руки ой побежали рабочие очень битой и тут перехватывает хорош минус 1 давай второй еле живой в это время на базе отменяют нам то ли магазин то ли хантерс холл не знаю что что-то отменяют пошел телепортироваться ох жалко жалко нужно сразу в испании испании не дисплей лет одного второго тоже теряет ой лиме ё-моё где вот почему двух виспов не сдал так и так как бы приходится терпеть сам не сдаешь в испы умирают от тех же самых элементарий в том числе столько шариков потеряли столько шариков потеряли и да футмены умирают да у нас варденка почти четвертого уровня до минус 4 фута в конце концов но шарики 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 потеряли два кольца защиты очень полезные артефакты против варды пив пав говорит по моему варденка имба варденка очень конечно многофункциональный герой я же по ним фанател до сих пор фанатею еще сколько лет до того как это стало мейнстримом варденку просто пытался внедрять во всем и чапы которые только возможно это сейчас уже там ребята поняли до т-1 все еще но это следствие потерянных рабочих но вообще сейчас уже надо было great сделать этот центр подтормаживает он не успевает за за контролем о четвертый уровень архмак телепортируется магазин был готов сразу регенерация пошла а т-2 оказывается просто на экспанте делается они на моей не вот вот в чем причина казалось бы такого завтыка ой-ой-ой архмак то архмак под ударом ну ну кидай да а у него нет же у него однажды и этот и blink 4 ступил ученый кинет ему вот так тролли может да уже пора делать алё ну и ну молодец и не помню сколько нажать снимает на втором 110 что ли пошел он визы архмак армию игрока атакуют паре вырывается видимо хотела достать до 1 битва футмена но он был слишком далеко ну чё делать давить видимо давить достраивать сейчас виспов есть 2 2 принципиально разных метода сейчас способа продолжить игру первое это поставить эксп второй это не ставить эксп и пушить двух лорниц там через т2 т3 достроить виспов мне тема с не постройка экспанда не очень нравится ну что варе уже почти 5 то есть можно в лайт играть во вторых ты тайминговая мало вероятно что запушишь потому что у тебя потратил ты ресурсы на виспов на достройку тебе нужно время для того чтобы они себя ну как бы отбили так скажем поэтому лучше достроить виспов поставить базу заказать там пару-тройку дрядок и уже на оставшийся лес тыкнуть т3 но похоже лимей вообще втыкает он не знает не он пошел ставить базу да пошел ставить базу вот этот висп и то что и леса резко не стало это правильный сигнал хорошо ну а чего можно в лейт играть когда у вас вот такая варденка в двух шагах от 5 левела и от постоянного этого харассас я думаю можно поиграть не скрабой просто забывают то есть есть у тебя акцент первую очередь на подъем артефакта и ты его про берешь и он гораздо более ценный конечно чем книга вот и игроки очень часто не находятся в одном и том же месте то есть вот он берет артефакт может там какие-то вещи в на криппинге оставить а сам в это время там переключается сюда переключается на базу достраивает мунвелл что там виспа делает там героя заказывает то есть у людей это мы со стороны смотрим и нам кажется вот она вот вот а почему она не берет сейчас этот предмет венец благородства же боевые когти тратит теряет нычку к сожалению решил все-таки венец благородство убрать отменить вот и часто книги просто из-за этого а потом ты уходишь соответственно с этой точки через shift может даже не возвращаться к очень хорошие ножи потом светоклечения что-либо шикарно футмен еле живой выложил не пропил выложил и не пропил как он страта все выложил пропил ну варька тем не менее уже почти шестая и это все как мы понимаем герой то не может крепиться до шестого на нейтралах весь этот вот уровень почти шестой он забрал на на вот юнитах которые сюда прилетели там райфлмен какая-то это труп арчи вообще что-то красненько это видимо тролль не помню как он по трупу но с экономической точки зрения конечно у сандра ситуация лучше правда сколько нужно вам лимита для того чтобы компенсировать ульту варден кто-то может сказать вот идет сражение да грубо говоря герои ну там 4 3 с одной стороны мы не берем там варден что у нее там третьи ножи неважно там свитки это все опустим просто ультимейт есть и нет разница какая сколько нужно добавить там при 100 фрифлов для того чтобы было по-честному я не знаю то есть это по-разному бывает насколько насколько много духов возмездия как они там стоят что такое они же могут вообще сумасшедший урон нанести за сражение ну с ним конечно сражаться может и не будут люди ну а зачем если ой как варден влетает минус райфлмен минус прист прячется тут же ай красава архмаг пытается к своим вернуться по-быстрому просветки нет ну вот ульта давит участвовать исключительно ульта персональный телепорт он ультимейт с живой здоровый трупы и есть пожалуйста и трупы новые давит с бонусом бьют по всяким пристам еще 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 вызывай вызывай новые трупы новые трупы ульту недоконтраливает еще труп труп подходит молодец ну давай вызывай и прессовать 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 не отпускать его очень классно что на ульту не действуют всякие замедления молотки и прочее что она довольно плотный и обычно ульту отдают если только зевну так прямо откровенно что и окружат например или бедный приста загнали справился вот сейчас работает исключительный ультимейт потому что там 78 при этих рифлов плюс там 34 приста но ничего бы не сделала варден с пятью шестью рядами против этого а с ультой пожалуйста грядку недоконтраливает лиме там есть инвол а у нее это байт был инвол бедны риджуф действует на аватар возьмите blink пытается восстановить базу и тут все еще разница по лимиту в 20 и тем не менее сражается типа как-то лимитов медведь мастер но у него жопа он на не мастер у него нет нет маны чтобы превратиться форму вардента у превращаясь в василий блин как аркаде конечно лимит как он аркаде алхимика убили вардент седьмая трупы новые трупы на нас работают то есть упал медведь получился труп труп чей труп как бы наш но плохо что умер и за нас он и воюет дальше еще минус строй а где ульта то все кажется это либо закончилась либо умерла архмак подлец просто подлец харасси от нас здравствуй михаил ура снова квали мучился с youtube трансляции записями они дергались любом качестве немножко гагать чисто идет в любом качестве спасибо за это ой спасибо тебе за это очень странная ситуация потому что с ютубом как правило проблем никаких нет потому что он ну такой очень очень стабильный он повсюду у них кэш сервера стоят ну да мы храним неделю или две записи на на премиум каналах или там до 50 каналов тролль подрезается архмак уже 5 метод тоже немножко расстраивает 3 блин 3 ножи сейчас может быть стоит выйти в просто в деф то есть вот вы сделать 50 лимита и ловить его атаки ловите отбивать потому что видите разница по деньгам 5000 здесь 12 с половиной тут и thunder прекрасно понимает что что ему сейчас нужно собираться с мыслями силами и и оттачить убивать варя арбой не хочет взять да может и хочет но у него видишь 37 лимита и денег нет то есть он перебивается сейчас пока у него эксп не стартанул то есть он во первых на экспант потратил сейчас на виспов тратился при этом как бы он с одной базы против двух уже работающих сейчас очень опасный момент когда ресурсов тебе на армию вообще не хватает варя влетает кажись сайм шой ой 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 геноцид рабочих посмотрите как они мрут как они мрут сплит не сплит она вас догонит ножи а там уже выход идет ох опасно сейчас главное селепортироваться домой это зря сделала последний прыжок был зря сейчас надо во первых восстанавливать каким-то макаром ману маны нет надо бутылки покупать тык тык 45 лимит на 64 на 63 вызывать ульту эй аккуратненько риджуф ульта есть погнали 45 лимита это уже хорошо один свиток лечения замечательно база работает вот сейчас надо просто отбиться конкретно от этой атаки потому что если от этой удастся отбиться то скорее всего это конечно и для фандера не торопимся не торопимся новых медведей ждем там отступаем ульту не подставляем варя отлично так отзонивает очень хорошо отзонивает ульту не подставляем говорю не представляем ульту очень битый архмак но есть там и паладин и минус медведь но медведь это значит труп труп значит мы будем ох не успел архмак взять так пошла ульта работать аккуратненько аккуратненько дрядочек не отдавай вызывай вызывай еще труп главный ульту сейчас не отдать вот вот на каком-то рандоме рядочек назад назад тут тут можно уже всех убирать минус паладин ряды сейчас будет отваливаться очень быстро от рифлов с двумя грейдами на атаку алхимик с инволом варден прыгает красиво она конечно блинкуется и ульта работает варден посмотрите что творит что творит правда зря тыкает наверное на архмага надо переключиться спокойно ой 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 опасно 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 37 хп восстановить ману тык 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 не хватает косарик на руках ну висков закажи бутылок возьми не успевает лимей лишь не успевает до 70 лимита просим на 30 на 34 он он может не отбиться подрезал только одного пристах элементарь чуть не заковырял нычку я не знаю как отбиваться то есть у него есть деньги но пока он отстроит даже лимит 50 собирается закупить не очень нужных были это такой мусор уже сейчас варя 8 их паника горит справедливо ли михаил что из маленькой волшебницы и жирного а бома появляется не на тот же скелет или один и тот же за дух возмездия да почему после 6 7 лэвла димками димка не прибавить абсолютно согласен но я правда против против скорее димки за какого-нибудь тинкера ну который нормально сочетаться бы сочетался бы сварда если там мк был бы 2 то туда то димка а так все-таки два свитка лечения у него ё-моё и алхимик еще со второй хилки падает райфлмен виспы виспы диспель диспель блин двух виспов вывел ни одного не задиспелил варя возвращается пытается ё-моё что 6 лимита на 47 причем часть заказе и нурфаер пошел ох блин палыч 2 варя без маны дух возмездия нет давай риджов пошел варя ты куда рядка сейчас будет бить медведи будут бить ульту будет бить все отводи 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 не не нульту вообще нужно очень аккуратно контроль и нурфаер диспелить надо очень хорошо он а вот духом возмездия отстреливают при стоп потому что те у тех защита хреновая против против пирсинга как раз нужно риджов надо нычку отдавать уже забей на нее лучше с мэйном прийти а у него варик возвращается ох гг да ладно какой гг 1700 голды ты что делаешь какой гг ну убили нычку но забей у него что же нычка то это скоро закончится ныча блессинг и погнали на 1700 голды можно сделать чё за психи не пойму ой да он психанул просто просто психанул эльфы нестабильны повторюсь эльфы нестабильны в чем странный тридцать восемьдесят такой у него до этого было 3070 ульте как бы можно держаться и у тебя 1700 2 лорнице стоят штампусь и не хочу на еще бессинг делаешь перекапываешься вперед ладно 11 счет 11 сравнивает thunder мне конечно ему там во многом виднее может быть он решил просто не мучиться и все то есть он по ощущениям по своим но это было для меня неожиданно него вроде дерево было мало вроде 380 оставалось в конце кто-то перемотает перепроверить но мне казалось что у него не было проблем с лесом да пинк у них более-менее сопоставимый 100 на 160 но потом будет фоге но фоге сандру проиграл но это было бы один но там такая катка была классно на тс и помните на прошлой квале 30 с лишним минут они воевали было очень класс тоже сварденки правда погнали кореец не прост контролит или меня тоже порадовал по ним микроконтроля там были конечно недочеты с этими с виспами например с недоконтролем дриад в определенных моментах но например ульту он отконтроливал хорошо с не было такого что забывал про нее отстреливали и все потому что вот от ульты очень многое зависело с правильно расставлял приоритеты были проблемы с до заказом были проблемы с ну со стартовым контролем с виспами помните когда к нему пришел архмак и он но так часто эльфы делают жадничают жадничают к тебе прибегает архмак там 34 футмена архмак третьего левела и ты вместо того чтобы сразу двух а то и трех виспов просто в лицо ему не взорвать и спокойно уже разбираться с футами и самим архмагом начинаешь виспов контролит в результате он потерял там то ли 6 то ли 7 виспов вот ни одного из них не знаю не задиспелил нормально в в лимов короче там вот растерялся недоконтролил к сожалению он мог 2 мг в конце игры на этот 1700 уже сделать и выиграть их нечем убивать был джеки он не успел бы сделать mountain giant of с грейдами то есть что будет делать thunder вот посадок он убил экспант как ты думаешь он пойдет на мэйн сразу же к эльфу он не будет отступать зачем какой ему резон все вроде здесь армия есть реген мана идет реген здоровья присты есть ну разве что до магазина отступить если там свитка не было вот то есть тебе нужно сначала сделать грейда они там я не могу точно сказать сколько в секундах они делаются резистанс вот это вот скин но я думаю где-то минуты полторы суммарно с вот 2 мг и 2 апгрейда этот полторы минуты то что лимей недозаказывался это грандиозная проблема потому что действительно на такую сумму 1700 золото и 400 дерева хотя вот по поводу 400 дерева я не уверен надо ну там как-то перемотать хотя ютуба нет неважно вот то есть можно было сделать хороший лимит 1700 это что у нас это 6 медведей например полноценно 25 лимита просто 25 лимита таки правый игрок конечно будет локальную запись я делаю через козлика на этот раз лиме играет еще 10 надо поправить у вас приходи сегодня на попашечку после финального матча зарубимся говори там около 150 лесами было дальше мы это делаем вообще стрелочками можно было перемотать я не тот квест а ну тогда не приходи да ладно приходи если варик играешь случайная раса случайные герои приходи так начинает с магической вышки thunder ортелекс вартилекс как упасть к фаву фаву наберешь варкрафт ставишь его заходишь в кастомные игры пишешь гг 2 восклицательных знака в тот момент когда игру создали ну во время стрима и все и запрыгиваешь ну и потом главное правило соблюдая серии не ставь расу не чать все кроме стандартных вещей глхф гг до свидания и стрим не слушай вот да голл представьте себе и клавиатуры горит не пользуюсь не ну и мышц не совсем звери то лимею сейчас отменяют эксп он недоконтроливает тролля не знаю зачем он сейчас тоже опять недоконтролил видимо видимо он законтролился козлом козлик тут старается но thunder хорошо хорошо спасает рабочих один красный второй красный козел выскакивает из да что да да две книги тоже ловкости и силы на и подобрал хорошо что тролли выкупил правильного добейте кто нибудь этого футмена уже несчастного красного все заняты контролем в другом месте по трупам раз-два вижу парочка еще очень битых рабов вот здесь можно было тоже до контролить убить человек ах столько рабочих ах сюда бы еще разок при прибежать ну козел вроде не отстает козел вроде собирается небольшая бригада на защите экспанда по мистер эльфы зимба спасибо большое тебе за при подписку 15 месяцев 15 вызывает энтов энты пытаются прорваться к битым рабочим там уже магическая вышка делается надо нее еще очень долго видит рабочего ну раз минус один минус 2 ха гош почти минус 3 минус 3 вот это хорошо у нас уже есть т2 33 лимита на 44 главное что харасса со стороны врага у ребята ну вернитесь назад ну верно хотя не надо уже возвращаться нет надо возвращаться решили вернуться очень странные футмены были ай добил бараком сцилла мрачная тень зовут нагу игрок атакуют две лорницы хотелось бы конечно архмагу отменить а может она на персоналке улетит там такой групп пропал просто из виду зелье неуязвимостей да и пошла персонал очка шреддер работает нарезает а чёрк мага не тыкнем вот такая марк мага инвол отменили что мы бегом куда мы бегаем шеддер пошел тролль минус оп и шреддер минус дирижабль минус сразу экспа такая бамс вообще архмагу отсюда не уйдет это минус тп я вот не знаю стоили две лорницы и один тролль таких жертв вот мы не добил пошла персоналка на магазин чтобы штрафануть футов ой молодец и тут же закупается став купил ай-яй-яй-яй молодец не для ми прям прям шустро очень играет не безупречно но для эльфа весьма и весьма стабильно хороший с точки зрения позиционирования был магазин между мэйном и экспандом хорошее применение персоналки элдер горит а что за игра такая warcraft 2 графика такая олдскульная и тут же следующее сообщение боженька сразу покарал соседи сверлить начали будешь следующий раз на святое архмаг еле-еле уходят не дает лиме крепится подрезает тролля две книги ловкости бы еще подрезать жалко огра оставил ну прочитай книги ну книги ну а может и подпушим чего тут магическая вышка 1 хотя кем неким тут пушить архмаг рядом трется став арчу став блин зачем ты став купола прибегает уже первая дриадка у шикарно сзади подходят битый футмен архмаг подставляется архмаг он же не уйдет хорошо манти дриадкой минус архмаг хогош ну это уже не то чтобы конечный троллябы сосей ведь ну зачем ты ты берешь став но не используешь его уже двух юнитов можно было спасти мк идет вперед ну молоток хотел кинуть сначала в нагу до наги не доставал кинул в козла бегите ребят бегите сейчас второй молоток полетит и выкупает архмага правда в таверне или косарик на руках но это не страшно потому что он идет как бы в т3 на т3 там много дорогих вещей продолжает давить убивает огру грамм о добивает сам архмаг огра громила опасный момент молоток можно получить как же он хорошо дистанцируется от маутен кинга бах ну сандр где вообще что архмаг с бутылкой может в левую успеть идти придется телепорт прожимать друзья фейковый замах будет обязательно надо было так ждать до конца уже летит молоток уже понятно что он летит уже понятно что молоток и понятно что он долетит и он влетает почти в самый телепорт какой хитрец шедера выкупает а а у него на экспанте я думаю где-то 2 мк есть и 2 нет читер что ли может у них пинг ну там соточка пинг 100 и 160 он не такой так как бы это сказать наоборот с таким пингом ты скорее раньше будешь прожимать экстремал горит казах без понтов без понтовый казах что-то в этом есть подиниц да его зовут дестромат собирает лимей огров прям под боком очень крайне грамотный криппинг правда здесь тоже приходится отдавать магазин но можно после этого взять например подрывничков и взорвать там фермы барак что-нибудь такое ну как пропушить не будем очень плотненькая застройка вот сюда вот добежать взорвать не сразу купились бы мы на трех фермах бы мы купились красную точку крипит правильно 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 я на этой карте агитирую вообще всеми правдами неправдами как можно быстрее красную собирать ради того чтобы не достался предмет противнику и достался вам а лучше два предмета особенно если вы играете эксп и эксп выпадают боевые барабаны самые лучшие универсальные из возможных ауры на урон именно на урон передают питу очень правильно передает ему кельталаски и сапоги да и то чтобы его и когти тоже передал учитывая то что у него сплэш кельталаски ему добавляют там 12 процентов скорости атаки дают еще как колечко плюс 2 почти еще где-то процентов 9 плотности учитывая то что агильщика нет вообще в наборе урон не критично то есть урон ты все равно не не апнешь носками но вторичные такие косвенные темы очень полезны в первую очередь пит лорда опасный момент потому что сандр знает что крепишь красную точку два подрывника идут минус мунвел раз поэтому нельзя их так ставить вместе вместе с алтарем не с алтарем и алтарь минус это очень хорошая инвестиция по деньгам безусловный плюс просто сразу безусловный supply блок и проблема начинается 64 на 50 вся ситуация такая что ты должен был вот выходить из лимита и при этом мортиры бомбят тебя о три мортиры фондер играет кстати стилем которые за которые в компьютерных клубах не ломали руки конечно но могли я помню так на турнирах горели когда не трон не трон или кто-то еще там из арков таким стилем то ли нет не роб это был не роб кто же там играл так через баток или через рейдеров реально опасно для здоровья было такие темы на турнирах я не знаю как танкисты выжили видимо массы просто выжили но там до драки доходило просто когда тебя от этот бесячий товарищ 40 минут просто мурыжит разводит нет никакого ну вы играли наверно в батлнете как против каких-нибудь масс баток нагнул воде вот представьте да карту на шесть респов и человека который как типа как мун ставит нычки батками вас разводит вообще абсолютно бесячая тема абсолютно максимально бесячая тема потому что он думает что до корей не доедут это хорошая хорошая тема телепорт пропускает thunder теряет трех мортир и теряет еще конечно же дирижабль но не ой паладин куда ж ты пришел ой thunder и первым диван использует снова подробники даст его подробники смотрим персоналка у а все равно не добежишь хотя на было шедером вместе с питом ай шредер не ну паладин конечно ушатали но продолжает и дай и вышки конечно же вышки еще танчик на main геройный экспант рабочий на третью базу с вышками и погнали на низинах час играть черт овечкин говорит еще была тема зален сыграть через мортирок 40 с инвизом фаста 2 прокатывал если противник пассивный но вообще эта тема прокатывала и и против нормальных товарищей помню что если ты неправильного героя третьего берешь мы мы брали из-за вот этого стиля именно на турнирах третью патму против ну ты играешь на эхо айлс например да у эльфов нет нормальные постоянные разведки ну нет нет шейды нет вардов у вас есть совы которые теми же самым мортирами убиваются другой разведки нет то есть ты не можешь никаким макаром если не берешь по тму контрить этих мортир с инвизом от сорочек поставить экспант на островах эхо как вы понимаете не так сложно то есть это карта которая ну изначально под эксп вот защитить соответственно тоже пофиг что там противник всю карту соберет ты вдойдешь пассивный ты там противник все не пассивный и все равно доживешь до этих мортир с инвизом и если вдруг блин ты не в твой противник не готов а подготовка именно третья патма с собой только так только так поверьте то будешь стоять либо стоит на базе либо терять мэй огромное количество вышек лимей пытается штурмануть его харасит сандр он бесит по максимуму то есть он такое впечатление что он он строит только бесячих юнитов покупает подрывников и делает мортиры нанимает дирижабли и вот пару петухов еще так просто чисто виспов потыкать а пощадил виспо и либо говорит до 3 патма на эхо против умный прям классика думал так одинаковый всегда и брал потому что каждый трех умный горячий чертовый макси с мизм это все было так скажем сезонно что ли то есть есть в стратегиях батлнете определенная инертность и тогда она естественно тоже была наверное еще больше то есть когда находилась кем-то какая-то стратегия или связка или фишка и она постепенно просто захватывала умы представителей этой расы это происходило на протяжении определенного времени кто побыстрее подстраивались и соответственно получали преимущество контриле кто-то подстраивался медленнее но все равно был и момент внедрения как ну время занимал внедрение стратегии и ее распространение в батлнете и момент ее тоже затухание то есть все равно надо было наиграть какое-то количество матчей против людей с мортирами для того чтобы ну найти решение и отбить у них желание то есть довести их до такого состояния что они не будут больше вот так вот делать а тогда приходилось конечно просто это был тоже период я знаю полгода что ли можно было довольно часто эту стратегию встретить в батлнете то же самое когда там был риф лапуш там не знаю пару-тройку лет то он был просто доминирующей стратегии что же лиме это делать игра очень сложная пошел телепорт пятый козел четвертая нага пит лорд под дениц третий мортиры inner fire кони Кони. Воу. Форкет Лайтнинг. Где рык? Ррррр. Рррр. Пошел. Минус конь. Ну, опять вот этот вот бесячий наездник на Дракондоре. Кто-нибудь. Ну, кто-нибудь. Ну, выделите там козочку. Ну, пусть она стрельнет разок. Ну, виспу же сложно. О, сейчас надо штурмовать. Какая позиция шикарная. О, это конечная для Аль-Лемея. С такой позицией изначально не надо было драться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, хорошо, он вовремя отдумался. потерял там двух медведей и дрядку как она не сказалось вообще козочка да наконец наконец-то и вот как с этим сражаться без без химер пошли химеры у него две с половиной тысячи золота сейчас самый главный вопрос знаете какой он доживет просто до химеры или нет ему нужно как-то поморочить голову как-то поморочить голову потому что пока эти две химерницы пока 2 закажутся желательно не полить их пока их не будет 4 куда ты побежал 80 лимита бах мортир из картечек как они за уничтожают просто дриад терпеть как-то перетерпеть сам виноват долго долго сидел во первых он пропустил пропустил вышки пропустил нычку да там была был протектор но дал построить и дал зайти туда наверх мг нужен хороший микс прочитай ты книги смотри халявный бесплатные времени не займет герасимов митя интересуется от владимир салоёв рестримит на гг или еще нет а кто такой владимир слоев герасимов митя 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 ну митя хилвард опять идет медведи в шоке отступают полетели химеры уже две химерки уже неплохо только стрелять нам конечно пап по мортирам и по коням какой паладин это успел бы две-три мортиру убить этими химерами ладно одну чё ж делать там но мэйн закончился экспант закончился у нас тоже экспант заканчивается на этом 8 косарей я ж покраснила митину мить как флэшбеке из детства мить послушай внимательно митя ведь митя а ну домой от бате привет попробуйте ради эксперимента громко свое имя вслух произнести возможно словить тоже флэшбеке из детства мурашки вого вого ваня дима костян кость вот такие вот темы организм ну это все равно у нас на подкорке уже сохранена Саша, Саша Михаил, Михаил вообще бесит Миша Ой, там пошли уже наездники на Дракондри Ну и что нам делать? Вроде химеры есть Во-первых, виспов надо уже добавлять Прям вот они должны быть у тебя в лимите Прям должны быть в лимите Вот берешь виспов, у тебя тысячи леса Тысячи леса Ни одного виспа в армии нет Поймали одного Дракондора И рейнджерки нет, чтобы... Вот, ловят Раз, два Минус две химеры просто Минус все химеры Химер стафать надо, наверное, да? Нет, отдаем просто химер Ой, это развал, друзья Микс гораздо лучше Я не говорю о том, что... Тут минус 10 лимита сразу химерки Которые не успели А их задача была Мортиры убить И... Ну... Конечно, еще к коней бы хотелось бы Виспов не было Повезло, что противник Инерфаер забыл покастовать Просто забыл Так-то у него 4 приста Почти с полной маны Сейчас он вспомнит Насчет кастовать И он причем думает, что у него Инерфаер есть Ну, он даже не диспелит этот хауль Эх Минус пид Ну, это ГГ Прошлая была Не проигрышная Давайте посмотрим Сейчас К сожалению, Лемей не справился С корейцем И... В полуфинал выходит Все-таки выходит Сандер Соответственно Фогич будет Сейчас пытаться Его... Его... Убить Черт Флаг не корейский Потому что ему аккаунт Кажется, создали Или он Он зарегистрировался Но не поменял флаг Он не автоматически Ставится флаг Оооо Купер Купер выиграл Лецефера Ес Как классно, конечно Что корейцы играют И наши им дают бой Это прям классно Красава Ну, сейчас Фогич будет Сражаться с Сандером После Варика Будет фафашечка, друзья После Варика Будет фафашечка Причем они играют На приблизительно Ну, вот У... У Лемея был Чуть-чуть лучше пинг Типа там 70 на 100 Не знаю, как у Фоги с Сандером Будет Надо посмотреть Да-да-да Купер Люци Ой, молодец Причем, понимаете Люци Это же... Ну, вы же знаете Что это Люци Люци Люцифер Который вот С... С фокусами С линами С флаями Класс Так, что там Redscorp Redscorp ДХЗ Redscorp Писал что-то Говорят Я игнорю Redscorp Какая там была сумма Скажи, пожалуйста Сейчас попробую Быстренько Исправить Ну, все Купер Красава Купер уже Квоту получил А, больше не будет Дана Через Понятно Все Потеряли Человек Потеряли Эх... Эх... Я даже... У меня пропала Почему-то Иконка Редактирования Счета Что за Бред? А, у тебя ГГшного Счета В принципе Нет Попробуем Ручками Это сделать Посмотрите На ГГшном Кошельке Должна Появиться Сумма Ну, то есть При оплате Ты можешь Использовать А что там Мистер Винер? Такой лице Купер Мистер Винер Разберил А-а-а Не, Мистер Винер Все равно молодец Старается Ссылка на таблицу Еще просят Ссылочку Под конец Трансляции Хотя она и есть Месседжер В ДД Сетка прям Локс Прям Месседжер В ДД Анабад Ты можешь Попробовать Во-первых Зайти Померить скорость На Speedtest.goodgame.ru Сейчас все пойдут Мерить Я чувствую Вот сюда Вот Если скорость Хорошая Типа 10-20 Мегабит И больше То у тебя Не должно быть Проблем с Трансляциями Если они все-таки Есть То попробуй Зайти в бета-профиль И поставить Не знаю Убрать Наверное Пока что Галочку с низкой Задержкой В этом месяце Мы проводим Большую работу По Изменению Видеоплеера Объединению Фичей Пока что Этого Не видно Потому что Это нигде Даже в тестовом Не Не отображается Вот Но Надеюсь Что до конца Года У вас Появится Уже Альтернативный Плеер В идеале Туда Переносим Низкую Задержку Она будет Не на Веб-сокетах А на HLS Low Latency HLS Так называемый И DVR Функция Перемотки Ну и Желательно Конечно Еще Кэнди Присобачить Туда Чтобы Работало Всем Добрый Вечер Для Комфортного Просмотра Трансляции В исходном Качестве Если вы Смотрите Только Одну Трансляцию Вам Необходимо 8 и Более Мегабит От меня Поток Уходит Сейчас В 7 Мегабит Сервера У нас Стоят Основные В Москве В МГТС Также Мы Раздаем Контент Через Нашего Партнера CDN Now На данный момент Там 1200 Зрителей И Ну и Все Ай Ну и Тестили Совсем Недавно Еще Одну Площадку Неделька До Этого Сейчас Она Я вижу Уже Выведена Избоем Сансир МК Поставь Низкую Задержку Тогда Просто И Все Возможно У тебя Кэнди Тормозит Дэйвос Привет Ждем Пока Когда Дэйвос Сейчас Сансир МК Зайди В Бета Профиль Попробуй Поставить Низкую Задержку И Отпишись Обязательно После Этого Понял Понял Добрый вечер Варкрафтиш Ох Что-то у меня Камера Не заводится Не стартует Уже были Такие Симптомы Надо ее Быстренько Сдать По гарантии Совсем Недавно Купил Эту Соньку Аж 6000 И Она Что-то Начала Капризничать У меня Надо Собраться И завтра Не забыть Все заполнить Позвонить Отправить Что-то Нужно Сделать Кэнди Конфетки Ну да Это у нас Так Называется Технология Пиринговой Раздачи Миша Чего это все Постоянно 400 плюс Непрочин К сообщению Львички Мне некогда читать А там До них Не доскролить Просто Они у меня Как легаси Со старого Сайта Непрочитанные Перешли И все И Ну и Бывают Такие сообщения Типа Вот Например Вот Сейчас Ну справа Может Стинг Мне написал Кто-то в личико Сегодня Типа Орг Который Играл Бесящими Стратами В ютубчике Ну то есть Я даже Иногда Не захожу В это сообщение Чтобы Пометь Всего Прочительные О Константин Зимин Привет Сижу в деревне Говорит Слушать себя Квфа Квфа Не жди Смотреть буду С удовольствием Отлично Отлично У нас У нас Еще Впереди Две серии Сначала Посмотрим Сможет ли Фогич Справиться С Корейским Игроком За альянс Thunder И потом Глянем На финал Квалификации Купер Против Победителя Лилим Лилим Пакук Говорит Раскрой Личность Мясного Коня За премию Так ему Нужен Хороший Спидтест У вас Такой Вот Можно Стримить 458 Мегабит Началось Протокол Нет Скорее Стандарт Протокол Там Кажется Тот же Самый ХДТПС Хотя Я не Разбираюсь В этом Сансира Говорит С низкой Задержкой Стал На исходном Все Хорошо Работать Даже Скорее Все У тебя Старый Компьютер Подтормаживает Он Периодически Ноутбук Может Какой Это Сам Браузер Тормозит Ну и Можешь Заценить Что на Низкой Задержки Ну Собственно Какая Задержка Ты Смотришь На сообщения В чат И смотришь На аналогичные Сообщения В чате На стриме Должно Быть 2-3 Секунды Где-то Может Меньше Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-о Мы уже заходим в игру Они почеркали Ничего По себе Уже Готово Нахватает Горит Рейс Да Да 30-80 Прекрасно 2-3 Секунды Так и Есть ноут норм проблем 2 проблемы два назад появились два назад тяжелый горит не надо ох ладно спасибо тебе я думал ты там потестишь вдруг там платеж не пройдет просто сказал что все через ггс по саппортить не надо я такой все сразу грумпанул потеряли пользователя мы же хотим чтобы через нас саппортили понятное дело что там комиссия чуть повыше чем на донейшн alert но зато поддержка сайта иконочки цвета статусы он говорите нам это самое лагает не лагает это ж нужно ставить оборудование арендовать канала связи а ты приходишь и через донейшн alert которые в офшоре работают тяжело тяжело погнали 0-0 фоги thunder болеем конечно же за нашего замечательного украинского эльфа зашел сегодня на почту опять словил уведомление фогич вернулся к трансляциям на гг видимо там переждал проблемную момент свечом и его конечно здесь смотрят но чет топовый эльф европейский причем периодически под каменчивает то правда он комментирует между играми во время почти никогда если правильно помню а поги говорил что вернулся к стриму потому что кончились контракт кончился контракт с командой почему фандеру и соку все-таки гг русский флаг ставит так в том-то и дело что мы не специально это делаем то есть для того чтобы флаг был другой нужно зайти в редактирование профиля поставить другой флаг вот то есть мы наоборот ничего не делали ну русские русский хотя это не сложно ха-ха-ха злой тоталин говорит у меня везде линк на дно только через гг но мне все равно умудрились пикоины закинуть как непонятно пикоин это валюта будущего руслан настоящий визионер он знал что нужно делать просто не знал когда армию игрока такую а ну фаги что же во первых фаги видел все матчи которые были до этого то есть он смотрел за четверть финалом и если у нее какие-то моменты он наверняка увидел что можно сделать лучше какие ошибки лимея подопускал все мы любим адека а за что его нужно чего не любит ну-ка там были моменты могли же просто уйти а подошли там были какие-то темы с политикой связаны не ну что касается сайта и комьюнити он всегда старался конечно всегда старался футмен харасит алимея выиграл какой-то приз к сожалению нет квалификации самый главный приз это две квоты которые выходят финал и там уже гарантированно получает как минимум там четыре с половиной четыре восемьсот рублей но самое главное это на случай если ты придешь и оба своих обе серии проиграешь то есть проиграть в первом туре упадешь в озеро и проиграешь там если ты займешь там 7 8 место то получаешь такие деньги и вот главный приз там больше 1000 баксов 77 тысяч рублей ну или тысячу долларов это приблизительно наверное так так и есть сейчас я не помню почему сейчас доллар 70 75 76 77 только очень добрый товарищ ну да естественно как правило воспитанные образованные люди они они добрые хотя мы возможны мало таких знаю может так просто совпало и все арчи побежали в атаку да я только подумал что будет от фоги вообще от фоги будет пуш даже не пытаясь иночку поставить он делает hunter school и режет футов получил третьего кипера и начал охотиться за футменами ай молодцы город в осаде т2 готов вообще сильно влияет нестабильно рубль на деятельность гг и сильно влияет ну то есть с оборудованием конечно значительно сложнее стало потому что покупать его с таким долларом это прям беда вот но учитывая то что у нас экономика вся внутри ну то есть аренда оборудования каналы связи зарплаты все это привязано к местной так скажем валюте но я бы не против конечно если доллар был 36 рублей еще бы купили пару серваков на антон алексеевич ты прав нога вторым героем будет час агрессия обрадами на вид покупать за 50 70 процентов понятное дело мы большую часть серваков кстати взяли у ну кто разбирается как раз есть есть там каналы реально такие серваки ты их на запчасти разбери продай по отдельности и будет два раза дороже иногда такие прекрасные серва серваки купили свое время там какие-то там 2790 там 128 оперативки 2 юнит 4 ноды и там в пределах трех сотен просто дисковую доставляешь и у тебя четыре полноценной системы но это отдельная история отдельная история мне очень нравится как фоги что-то вырезает армию так постепенно но очень методично и и очень эффективно работает козел трупы 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 4 трупа фута до этого помните еще он двоих подрезал то есть он пол дюжины футов подрезал кипер получил там 07 с 3 по 4 уровень много тоже кого-то поубивала пол-левела получила это все без криппинга уже и футмен за футменом отдаются с такими подрезаниями с таким стилем реально фоги должен убивать с двух с двух лорниц противник очень много денег тратит сандер на то чтобы на то чтобы вот достроить футов и хоть как-то сдерживать атаку козлик еще сейчас она может подрезать он думал как архмагу метнуться архмаг большой нул в артилекс я более чем уверен что он внимательно смотрел предыдущий матч и это очень хорошо помогает во первых крипрут по карте ты сразу какую стратегию естественно использовал какие там нестандартные отклонения от стандарта что 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 контролит что не контролит то есть например для альмея в прошлой катке очень большим сюрпризом стали дропы стали дирижабли с мортирами и так далее я уверен что эншин то вин будет от фогича в такой же самый в таком же самом сценарии на сентон будет играть на той же карте против thunder он будет очень внимательно относиться к именно к такому варианту харасса потому что ну люди все-таки играют с возможности у всех как бы одинаковые с точки зрения набора стратегии приемов но стиль стиль он ну может быть ярко выражен и тут явно как бы thunder очень любит разводить вот вспомните петуха прошлой катки трех мортир с дирижаблем или там мага с шредером которые дропаются вот это все весьма характерно и под это можно подстраиваться до этом типа тратишь на иншин тратишься на иншин туфинт и на дрозда но по сравнению с теми потерями которые тебе грядут если ты будешь не будешь готов вообще не так дорого 160 160 дирижабль там 200 сколько там 70 стоит 260 золото и все и ты как бы контришь уже получается там минус 60 голды и лес ну лес допустим мы его на этой стадии уже не особо считаем если нормальный виспо подстроил то мистер лайтман говорят брат мистера лайта кстати интересно возможно возможно но архмак видите не дропается он просто используется дирижабль для того чтобы для того чтобы подкрепиться но сейчас ему бы вернуться мотонкинг может не выйти выйдет последние секунды а вот может даже плохо будет что если он выйдет если он влево вниз выйдет нет вышел нормально ставит козла минус медведь но козел с арбой в принципе он здесь под мунвеллами под магазином должен отбиться на чего урон хороший прикопка есть погнали тут пока давим 3 вышки правда сложновато поддавить но так вот подрезать медведя надо брать чтобы вышки не стреляли но ему сложно видите он и там и там контролит здесь копает постоянно вот под дисплейл отдал да здесь под контролем молодец фогич потому что вот эта классическая тема когда ты в двух местах одновременно контролишь не просто так вот против нейтралов а против врага это всегда особое искусство то есть всегда ты должен чем-то ты не знаешь насколько тебе в одном месте нужно в ней времени и внимания но понимаешь что всегда есть параллельный идущий процесс где может быть еще ситуация хуже то есть иногда нужно забить там недоконтролить что-то где-то для того чтобы меньше ну меньше минуса получить другом месте поэтому и опытные игроки конечно умеют умеют в двух местах это еще с первого строка авто пошло как вы помните эти вот забивание на то что происходит для того чтобы тупо дозаказаться правильный подход у профессионалов там еще атака идет кто-то бежит кто-то умирает делки кричат это уже по гейтам там бегаешь да заказываешь дирижабль очень дерзко тут летает нога подрезав один барак алтарь потеряв медведя убив рифла отступает на магазин когда фуфа примерно вот это полуфинал потом финал финал тоже бо 3 я думаю где-то приблизительно через полтора часа свиток не купил а там денег вообще нет на проблема не фоге чем надо сейчас хоть дирижабль умер фоге че нужно что-то придумать либо догоняющий уже эксп ну вот что я не знаю как пропушит вот эти вот 3 и 4 вышки потому что лимиты одинаковые и сандр может выйти из лимита да это догоняющий эксп финал что-то решает хотя бы посев основной сетки посев в основной сетки решает победитель квалификации попадает на топ-2 квалификации и это с определенной вероятностью более слабый противник ой зелье исцеления достается все-таки фоге чем просто фокус минус мк оп шеддер прибегает от гата минус дирижабль телепортируется отсюда супостат теряет рифла очень нелепая получилась атака и не всегда сандра можно было понять он приходит козла нет однонага битой арчи думает ну чё сейчас артефакт еще валяется байтит сейчас ворвусь все будет нормально но козел вернулся мк умер дирижабль не успел его спасти и как-то уже не очень все хорошо во время телепорта умирает еще rifleman дирижабль что там как-то по походу пьесы тоже димка третьим героем очень хорошее решение фандер пока сидит на лимите 50 блин фоге пригодился больше но винта у него к сожалению нет сейчас арбу возьмет у него к сожалению нет лишних денег для того чтобы построить с одной базы увидел 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 крепится молодец такое место такой мне кажется я понимаю характер сандра он реально бесит вот он даже когда это особо не нужно он он подбешивает то есть это вот его стиль архмак в это временем не у ну возникает первый вопрос где виспы почему на экспанте нет висков бы не сплюнул по крайней мере или мы мог успеть мог успеть реально и так успел но видите близко-близко прям близко-близко близко телепорт мк минус ну нельзя так рисковать надо брать виспов с мэйна обязательно туда опасно димку оставили одного чтобы прокрепиться капюшон из ворот левости 55 димка хороший у него 10 урона ой смысле 60 урона на максимуме 62 сандр должен собираться сейчас 70 лимита делать пуш какой-нибудь т3 есть герои дождется кони первые идут но я сомневаюсь в успехе операции потому что во первых у фоги значительно лучше героя обратить внимание на уровень героев 46 42 30 там 49 1 и 9 и 10 две красные точки собрал фогич и у него такой же абсолютно лимит то есть вот если сравнивать по ключевым параметрам так скажем выпадают барабан и шикарный артефакт то фоги впереди везде по всем параметрам феррика не забыл моего любимого достроить хорош и 2 добивает что по грейдам хороший вопрос леса не хватает на очередной грейд 00 18 минут играем без грейдов там 20 грифлой наверно 20 рифлой кони как кони с армором ладно за счет героев можно вытащить но грейды да это ошибка а у него еще резистот скин и нет погнали виска еще нужны вешаются феррики 3 феррика конь падает не до контроля будет андер сразу же разрушители чар и зовут разрушитель и чар ну спал брейкер как бы до разрушитель и чар я не видел этого перевода димка прекрасно нейтрализует сразу м-ку м-к до свидания о чем и став не практикуем остав был омки о это не самый лучший герой на котором став держать надо ставки как и почему ну джиме лишь нам всегда впереди ну мага став если паладина хорошо контроль еще на 2-го левела то и у палочи но лучше у архмага конечно и на хана ху-ху маунтин кинга смотрите справа наверху единственный артефакт который у него есть чем у него нет серклетки у нее нет субимаски у него зато став есть сандр что это такое что что это за менеджмент ну всюду было передавать не серклетку и субимаску остав обратно передавать копай его поздно сделал берно им к это не спасет он второй раз умирает составом ну здесь с особо уже не мог ничего сделать фоги давид молодец уже плюс 10 лимита телепорт пошел во время телепорта падает еще один рыцарь димку отправляют но чисто чтобы так из мануэлов попить ай хорош там еще грейда нон-стоп делаются и 3 химерницы ой фогич молодец унижая этого таур-де-фэнщика 3 химерницы типа не хуже муна называется давай давай показывай архмага вырывается вперед теперь у него став он купил 2 став об шеддер подставляется феррики давят просто давят они унижают всех престов 40 кого угодно всем всем дают как бы раньше времени не вышел сандер сейчас же выйти реально может мы так химер не дождемся я этого боюсь не вырывайся не надо не арчи убил за что а там не помещалась химера 5 лимита айфогич молодец одессит сразу делаем ага если был лес отмени грейд сделай сич отмени грейд сделай сич давай 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 ты сможешь давай ребята главная вера главная вера все получится у него уже ли есть лес все в порядке просто заказываем тогда просто заказываем просто заказываем не заказывается хелфи ну не полину ё-моё ну зачем ты это делаешь ну зачем архмак еле-еле живое дирижабль на последних пытается его спасти спасает еще бы мортиру спасти спасает виспы боевые приходят начинают демотивирующие магазины ставить выходит в очередной раз мк он никак не может левел получить его заметили опять опять 25 ну опять убивают да что ты сколько может не фогич уверенно разбирается сандер на этот раз это реванш прошлый раз он проиграл ему на тесте помните игру мега напряженный очень сложную там была масса ошибок у фогич там было бы один а там химеры пролетели thunder написал гг вышел пока видео со счетом 10 несмотря на дикую разницу по ресурсам посмотреть какая разница у нас по героям ну и по войскам тоже очень хорошо кипер начал с третьего уровня и и все футменов убил миллион от харасса фогич более-менее хорошо отбивался была очень классная своевременная атака когда архмак с футменами штурмовал эльфийскую базу альф как раз вот только-только доделался т3 и ну помните на алтаре умерла миллион просто рабочих потом умер еще барак а при этом козел отбился спокойно сравнительно спокойно от ну вот отвлекающего развлекающего архмак очень странный выход к сандер горы докачался до т3 не построить т3 юнитов пойти в т2 гапшой отдаться ну а т3 а т3 у него был стафа маутен кинга ну да там от т3 согласен у него был паладин и один конь и не было иннерфаера кажется так заходим дальше карта вторая будет эхо айлс ой эхо айлс нотан айлс извините всем добрый вечер у нас третья квалификация разбраин капа десятого и наши дают бой корейцам прям дают дают купер в полуфинале одержал победу над люцифером 21 тгв не сдюжил к сожалению шагом ранее лемей воевал сандером но 12 проиграл и сейчас фогич ведет пока что 1-0 пока что ведет что что за баги тут у меня уже в который раз причем кажется это зарепорчено уже несколько месяцев тут скрол типа работает да ну нафиг нет не поменять вообще видите где ты что он сделает чтобы по императору начать он участвует он не может участвовать он забанен на этом турнире как и на всех турнирах которые проводятся на агг нами по крайней мере вот поэтому грустно конечно но антон алексеевич я не знаю что это такое что такое фида я знаю только фида нет но это вроде как уже немножко технология прошлая так какой счет гроулер горит дежурный 100 рублей от вручуна спасибо за готику не жалею что взялся не-не-не готика хороша готика хороша я думаю только я думаю только сейчас поставлю счет трассными горит лица комьюнити сообщает что мы прощаем императора тебе может звать его на турнире снова надо подумать надо подумать надо как-то ограничить с ним общение в принципе ну то есть чтобы не не пересекаться с ним как с ну не общаться в общем с ним игры смотреть с большим удовольствием но характер у него крайне непростой характер скверный неженат они на самом деле благодаря тому что корейцы при джоне лис конкуренция очень хорошая то есть я согласен что смотреть например за хотя и даже если бы не было хапача и был просто у нас вся европа кроме него ну и блейда получается это своеобразное такое поощрение игроков которые похуже играют то есть в этом тоже есть определенный смысл но я согласен что чем больше конкуренции тем зрелищнее тем интереснее игры и поэтому на квалификациях я очень рад корейцев видеть то есть приблизительно одинаковые условия игры и где-то вообще идентичные в зависимости от выбранного хоста и все и только вот сегодня с фокусом надо будет решить что делать точнее с фокусом или с соником что sonic не смог настроить хост ботов не смог или не захотел я не знаю и в результате фокусу пришлось играть на европейских ботах а он этого делать не стал не санчес такого желания пока не возникало в чине игроков которые хуже играют даже звучит кринжово а почему любительские турниры есть ну то есть это другая тема то есть есть возможность например там стабильные у фогича у хавка у соника посражаться за призы не знаю где здесь кринж скорее всего проблемы с переводом эти кринжа что не кижаловаться почему китайцы не играют на европейских серверах да я слышал жалобы соника я не совсем понимаю до сих пор их но я слышал их эти жалобы китайцев нет скорее всего потому что они более ну менее организованы то есть у как как во первых корейцы тот же самый фокус римайнд лалает уже не первый год периодически играют на турнирах которые проходят на гг а учитывая то что тусовка корейцев она довольно небольшая и они очень хорошо друг с другом внутри общаются я думаю они коллективно довольно быстро ну вот по поэтому они приджоннились большей части только не было кто был был сок со in вот фокус соответственно люцифер лалает проще сказать кого не было не было лина и муна вот прямо из из стопа корейского джон коннор ну ты же на сайте не первый нажима ты ты чё ты делаешь на ее поет а и у лины сегодня был финал дримха когда он играл на дримхаки хотя лен тоже кажется на гудгеймских турнирах принимал участие но псин алин и ему не являются на две головы выше других корейских игроков то есть странно было бы приглашать муна в финальную часть турнира это это точно не спортивно одно дело когда мы хапача приглашали там в финальную часть типа шоу-матч сыграть с победителем с снг-шном до европейским это понятный мотив а вот когда у тебя в корее ну грубо говоря 6-8 человек играют приблизительно то есть вспоминаем сок выиграл турнир совсем недавно фокус выиграл турнир совсем недавно ла-лайт выиграл турнир совсем недавно мун это все в пределах там трех-четырех месяцев турниры азиатские то есть там нет такого человека который по понятно по звездности или там по заработку можно сказать что лин и мун это топ-1 и топ-2 но по силе игры в данный момент я бы не сказал что они без безукоризненно топ-1 и топ-2 сок выиграл дримхак два часа назад горит хэлфи а значит это второй крупный турнир сока за последние там два месяца которые он взял азиатский а в это время давайте к игре вообще можно бесконечно общаться тем более в чате в чате огромное количество вопросов и в тему и не в тему вернемся к игре фоги давит у него также третий кипр нага рабочие сандра довольно активненько так отдаются минус три человека два фута минус можно пробить магическую вышку арчи специально для этого ой недоконтроливает сандр конечно дико даже не попытался рабочими тыкнуть на вышку дефенсы как я погляжу еще нет а чё он деф не сделал у него же были деньги может он против четырех арчи типа нет не так много тут основной урон наносят прикопка и два героя ой какой же бедный архмак его загоняют за ней подходят конечно футы и фогич делает на этот раз гораздо более раннюю базу армию игрока мне конечно очень нравится именно вариант постановки экспанда такого по двум причинам во первых он тебе и это не поможет он тебе дает варианты более комфортной игры дальше ну то есть ты не обязан убиваться вот лезть на эту магическую вышку дальше там как-то оставаться несмотря на то что у тебя герой битый как бы нужно возвращаться во вторых ты некоторое время все равно во время атаки держишь противника здесь его внимание его армии его героя и тем самым избавляешь себя от необходимости охранять это дерево ну или убираешь риск что или сводишь к минимуму риск что дерево будет отменено во время строительства то есть это чем-то похоже если вот брать современную стратегию на пуш арков стандартный против эльфа когда приходит по таймингу на на экспант эльфийский но при этом предварительно чистят эксп и ставят там базу козлик продолжается про продолжает убивать футов алхимик вторым героем прошлый раз был мк решил что козел лучше ой смысле алхимик лучше ой ну козочку кто подставил козочку ну убери козочку ну убери ты козочку фоги ряду жалко она ощущение виновата ничи блэсинг делает соединение с природой энты быстрые деревья быстрые армированные 11 процентов 30 процентов разница такая хорошая да он не здесь находился скорее всего как козлом контролем то есть он подконтролил слегонца бросил и пошел дальше то есть ему нужно там хантерс холл заказывать он уже заказан не нужно с хантерс холл него же лорницы стоят какой у них хантерс холл михаил я скорее всего козла контролил вот еще минус фут еще один под под ударом под угрозой а где дэв то вообще у thunder он решил вообще дефенс не делать леса нет просто без дефенса будет ой став бы тебе просто передать козлом наги и стафануть спокойно еще не передал бы уже бы возвращался домой придется от отдать этот шахту возможно тыкает на мага кстати маг ой он же не уйдет не не успеет я вижу динамику это thunder это была ошибка там еще где-то полсекунды было у наших он еще не рассчитывал что дерево будет атаковать там кажется без дерева эти 50 урона наносились за полсекунды хотя впритык до дерево на поставила жирную . в этом мне кажется еще дерево когда бил у мага уже почти ничего не оставалось там сверху ровно еще за залетал фогич прекрасно поставил базу прекрасно еще бы эншин то вин сейчас тыкнул как вот этим весом давай эншин то винт фогич леса нет комфортного количества он же будет летать опять как в прошлой игре будет летать морочить голову зачем это нужно делаешь дрозда он клюет он клюет на 160 20 прекрасный юнит замечательный юнит есть очень мало два лимита покупайте дроздов протектор ну я мое протектор стоит дороже чем ладно так же ладно дешевле по лесу а я не на тот лес посмотрел у него 500 леса вообще у него масса леса ученщин то винт не впендюрить а кто-то кто мне скажет что не впендюрить тэншин то винт он тебе в любом случае нужен для фэриков и он тебя избавит от вражеского дирижабля то есть на патруль на разведочку в бою даже пригодится чтобы он не думал контролить своим дирижаблям там спасать кого-то куда-то к деньж но настроен шин то винт может он хочет фаст химер вообще выйти как думаете если б он знал о количестве выше которые строятся на экспандии на мэйне древо чудесно чудесно второй магазин для второй арбой видимо для синхронной наверное я не знаю зачем второй магазин явно не с ну не ошибка потому что козел шопится в одном и заказывается второй магазин а он решил как мун сыграть ну кто-нибудь давайте в оба героя магическую вышку пока ныть стреляет по арчам фокус 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 ну фокус фокус а то же начнешь жечь ману во как пошел жечь ману и пошел по вышке стрелять это месть так а что с добычей у сандра что случилось не успели вышки немножко доделаться до орк финале причем орг финале андера в полуфинале корейского шатнул у а чёрч издали что ли десант из-под тишка не знаю зачем этот мув был сделан за шедером что ли бегом это минус алхимик дирижабль оставь красиво красивый став 4 хита медведи на точке сбора видимо чтобы не бежали за героем к дирижаблю что тут можно зайти совсем не туда грейды на этот раз чуть раньше делает гогич третий герой демон хантер тоже проверенный точка сбора медведя уже пора менять у фогича косарь на руках 57 лимита на 56 лимита врага телепорт лес есть золото есть сейчас бы красную забрать причем левую надо было красно забирать пока не поздно зачем вот на эту мелочевку вообще лезть светок лечения пальто говорит тебе не нужен дрозд против залетов если ты сам залетишь да да это очень правильная логика то есть если ты будешь играть не пассивно агрессивно то можно заставить человека забыть тоже про харасс и вернуться там главное вовремя было ударить пока вышки не до грейдились не дает выйти с базы особо вышки снова миллион вы алхимика окружили какая досада алхимик дирижабль это не честно было а вот был бы дрозд был бы дрозд склевал бы в салат просто это этот дирижабль но где дрозд уже алхимика спасли рифла спасли с таким количеством бабла уже и в 2 феррика были то и эти гиппогрифы но thunder конечно тоже такой ватники местами забывает юнитов не на контроле вает почему делает ну как бы тут какую пинку просто рабочих забыл и нас rifleman паладин скоро выходит на паладин прям выйдет 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 ой куда ты вышел стук . сбора не учили ставить на алтаре что первый диван магазин и паладин на диване у нас получается первого уровня молодец молодец полезный полезный хиллер бесстрашный бузан бесстрашный его зовут действительно чего ему бояться с диваном-то с первым ох хорошо хорошо фогич молодец красную точку отступил тут же крепится бах получила в жбан нага выбиваем артефакт правда thunder тоже идет собирает красную и я я я я димка еле живой риджуф ему в помощь и выбивает когти боевые 12 лучше наги отдать димка слишком много бегает лишнего до скорость атаки у него выше чем у наги и у кипера конечно же но рэнджовому лучше давать коль этим когти алхимик 3 архма кстати тоже бесстрашный а нет это я думал он без телепорта ходит у паладин на самом деле есть телепорт это правильно мог отсюда просто не уйти паладин все еще с диваном пятый козел а можно еще элементали вызвать экспы маловато интересно будет сандр тоже по скрипту вызывать элемов под подряд с маной вызвал блин хуманы иногда такие смешные врём не подходи бы не подходи под мортирок но а алхимик прыгает ну куда ты дриадок отдаешь на ее мое ребятам поймите правильно вы играете вы играете не знаю сколько лет вы играете допустим вы наиграли там 10 тысяч часов ну так как point в первые годы карьеры наиграли эти несчастные 10000 часов за годик за два ладно у вас скорее всего герой всегда был архмаг первым что делает архмаг вызывает элементали это понятно по кд он вызывает элементали на крепинги в атаке в обороне он всегда вызывает элементали и вот это вот всегда вызывает элементали она уже имеет рефлекторный характер даже у топовых игроков даже в ситуациях когда например играют против чистых дриад бывает что первое что делает архмаг находясь в чистом поле против толпы коз он вызывает элементали который тут же почему-то исчезает противник получает экспу левел ульту дима ультует а вархмаг пишет гг и выходит непонятно почему такое происходит опять замес идет хороший inner fire не хватает виспов не хватает химер не хватает контроля дриадом первый феррик прилетает паладин второй ну блин держите сейчас лечить будет лечит мартиру прикапывают мартиру конь куда ты полез куда ты полез конь падает медведей замедленные но идут вперед медленно но очень уверенно диспеллет элементали 72 лимит на 73 но у фогича есть еще тоже запас по ресурсам дима нарезает вампиризм работает брейкер падает а не 10000 часов извините 10000 каток 10000 игр а не часов я оговорился конечно игр за час ты как бы три каточки играешь с учетом перекуров паладин падает а как же твой диван вроде не на кд был не прожал не прожал диван паладин подлец сандр пытается под шумок поставить вышки на базе до химеры опять нужны иначе что придумать тут более сильных юнитов эльфов нет идет сражение димка врывается там есть став он можете позволить кони падают сандр гораздо хуже здесь отыгрывает то есть не просто больше потерь ну ферриком бы добил коня конь только верхний упал как же сандр бесит своим стилем вы посмотрите телепорт чтобы вышки сбить ну там каноновская еще гвардовские достроил даже вышки серьезно чаще канонскую достроит за сумасшедшие не он не отменяет great он тут оставил где-то косарик только по золоту 78 лимит на 69 элементали перед рядами сразу вызывает но не все успела диспелить к сожалению гогич у него всего две дрядки так что это был грамотный элементаль дима просто врывается в мортир еще бы мы узнать и моляться не хватает чтобы вселять ужас во врагов позиция не очень хорошая тут будем толпиться какое-то время работают стаф и пресский он или sky он у фоге 4 база работает вот они химерницы пошли у кони мортиры что делать кони мортиры и вышки конечно же конечно же химеры проверенные 22 грейды это кстати не предел можно не останавливаться на грейдах особенно вместо там 82 лимита 3 грейд на атаку сделать например очень хорошая тема с рыком сочетается медведи будут благодарны химеры тоже но фогич тратит деньги куда-то не туда фэсон приветствую да очень хорошее замечание что ульту козла нечем сбивать нет мки извините то есть вот буквально нечем ульту козла сбивать так что козлику нужно козлику нужно пожалуйста до шестого падает сорочка козел вперед бежит грамотно козла отконтроливает хочу алхимик а алхимик умер почему-то мне кажется что здесь все останутся архмак тоже решил отдохнуть в алтаре блин корейцев в так в этой квалификации не пустили первая квали финал кореец наш вторая вторая квали та же самая ситуация третья квали несмотря то что корейцы все равно принимают участие купер против фоги 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 взял реванш 20 за поражение на 2 квали и и не сказать что особо напрягался да очень четкая просто игра агрессивная великолепными микроконтроль с орками говорит можно было сбивать с орками можно было сбивать ульту козла неплохо ребята страты пошли страты пошли интересно я только не знаю он инвизом или или полиморфом собирается сбивать разве нельзя героя в овцу не нельзя ничего-ничего бывает вайт блайнд на титанов говорят ну вообще можно было чародеев просто сплетануть чтобы они каждый кастовали в своем в своем ходе можно было разбавиться классно или джинов тоже посплетить какие там еще советы были классные блайнд на титанов гипноз на андедов что там было еще клон резурект игра говорит новые не все механики скорее всего да скорее всего во-первых уже можно поздравить фоги чей купера вы посмотрите какая красота просто взгляните на где-то где-то сеточка то не понял смотрите какая красота у нас в полуфинале фоги убивает thunder корейца купер убивает люцифера просто 2121 20 и финал фоги купер как будто и снг играем верное замечание от хамми что четыре расы было представлено в полуфинале эльф альянс андет орг к слову о балансе не молодцы молодцы я не видел к сожалению игру купера с люци потому что параллельно мы смотрели справлялся ли лимея с сандер малинет он к сожалению не справился вот но выглядит очень хорошо впереди осталась только одна квалификация она будет уже в предстоящую среду не пропустите 23 декабря а 26 и 27 то бишь как раз в следующие выходные нас ждет финальная часть в которой примут участие 8 игроков по 2 из каждой квалификации то есть сок нейтрон ох лалает и шейк шейк красава шейк в прошлый раз тоже в полуфинале люци убил а в первой люци участвовал интересно не вижу кажется нет майкл не было там были другие корейцы какие-то и гарантированно уже фоги купер без безусловно да жалко что нет не прошел соник увы споткнулся афоги чем такое бывает гатан не 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 фэсон сегодня будет гатана гатана будет последняя часть на следующей неделе я хочу сделать марафончик 12 часов чтобы закрыть финальную часть чтобы выполнить челлендж потому что там говорят контент осталось не так много и сайт квесты пройдем и основную пройдем но я думаю что это будет где-нибудь в районе пятницы вот нет не двадцать четыре часа там 12 оказывается все проще ревер не знаешь что такое русбрейн русбрейн это олдскульный игрок в первый старик давно он уже не играет профессиональным он в лице а нет здесь не киберспортивный фонд здесь он кажется лично поддерживает самые разнообразные турниры у нас где-то с месяца назад закончился фонд который мы выделяли киберспортивный фонд 300 тысяч и мы тоже 300 тысяч 600 тысяч организатором турниров призовой выделяли ну и русбрейн капы это такие не сезонные этот вообще турнир прошел спустя чуть ли не год от прошлого но выделяет призовой как это так товарищи черкают я вижу еще игра не появилась готовьтесь после этого матча поиграть во фашечку а на неделе что делать будем я бы хотя бы один день выделил на рыбалку потому что потому что вот один вечер точнее на рыбалку а так очень хороший вопрос надо посмотреть какие там турниры может еще что пауэркрафт по пауэркрафту проходят человек не всеми с кем михаил устроила споры да а у нас есть по эти пользователи свеча пришли картинки рисует какие-то ничего в себе о хотя подождите айдишник ты этому товарищу за 24 года 24 года вавилен вавилен ищ пол мужской все вроде нормально даже не гусени да я удивлен я удивлен мантич говорил что на гудгейме пользователи с двумя вышками тяночка ему хочется я не буду его винить как бы тут тем более у него гусь в комнате стоит что все нормально о а там уже кстати игру создали не сработало это мой второй акк говорит старый 2012 года за риган sonic sonic ты французский учил до видимов в школе все-таки в 2013 году они двенадцатом ты выдаешь желаемое за действительное но да согласен монпоренс или монпоренси говорит у меня четыре вышки и все на xp турнир посмотреть можно да можно турнир посмотреть смотри создали создали на хостах а зачем создавать на хостах если у нас если у нас европейские финалисты хосты которые в на warcraft 3 чемпионс вели вот их допиливают они сырые но позволяют все-таки выбирать серваки и играть в более менее приблизительно одинаковых условиях то есть выбирать серваки с приблизительно одинаковым пингом для обоих участников демонстрировали это уже неоднократно это и позволило собственно прийти азиатам вот на на турнир но смысла нет фоге и куперу играть не на европейских хостах не на стандартном кастомной игре в батлнете поэтому давайте давайте к финалу финал скорее больше престижные купер с фоге чем не берусь сказать какая у них статистика но точно в пользу фоге чем насколько сильно в пользу фоге чем не знаю посмотрим так факс привет нет готики сегодня вы всем друзья хорошего настроения сегодня у нас не будет готики сегодня у нас только варик после того как турнир закончится пойдем поиграем фашку наконец-то побольше времени у нас да чё я то ты чё в чате пишешь на чё я то я ничё дакфак заговорил навиграф о какие старики разбойники навиграф это еще из клана нави понимаете это клан журнала навигатор игрового мира у там эти главные были этот граф лонли еще кто-то не помню короче старики собрались варкрафт смотрят всем хорошего вечера играют они бо 3 не бо 5 потому что опять же приза за первое место финале нет только плюс в посеве в главной части турнира до нави еще было до натус естественно нави это у нас сперли название купера очень неудачно ловит сетку ух опасный был момент если бы пиону далее дали приказ атаковать он мог и добить этого игра видели у него оставалось почти всего ничего мне на почту соник приходит переключить например можно только на нем активировать на вели нельзя можно можно ключи универсальные ты можешь его активировать на любом из аккаунтов ты можешь его даже кому-то в чате кидать и он с легкостью его активирует даже не на этом канале хотя есть кажется и ключи привязанный канал экстра из у фогича все нормально все по плану козлик и застройка против блэйда ну на будущее чтоб на т2 не харассили почему не прикопал вопрос почему не прикопал мог бы спасти этот мануал неужели он не настолько важен пальто там скинул статистику и из 10 серий ох это беда конечно сейчас я вам покажу о ну хотя это 15 15 16 16 год последние на dream хаки 32 между прочим так что я бы не смотрел на всю серию которую почему-то там пять лет я не знаю почему не прикопал а подождите он же был наверное первого левела точно прикопки нет спасибо извините ты думаешь что 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 то не так что то не так нельзя одновременно читать чат и и комментик немезида говорит ну что ж ты такая тральбас некоторые же не знают про киберспорт тем более про нами так и чего кто не знает про про киберспорт за кого болеть лучше за купера болеть потому что ему тяжелее будет у него блэдмастер дзюбей представьте что за купера играет сокол вот и болейте за если вы знаете сокола если не знаете сокола то не болейте за ним очень хороший артефакт выпал козлу а где x то в общем мы будем ставить экспант тут стандартный цеха купер слишком много нервов подпортил когда своими хаками на батле а я даже не знал что за хаки расскажите что что он хакерил прям а что он мап хачил что ли ему помогало это примите да все нормально все хорошо как больше не играет в арка играет на что-то последнее время я не видел игры с его частью почему соколик не участвует на турнире но он вчера говорил что слишком много папашек а он варик не играет он чертит проекта халтурит и строить секретарш то есть у него хватает задач он приходит вечером уставший пишет мне голос если я отвечаю мы играем а если не отвечаю то он плачет и идет играть с боничи хорошее вард но очень конечно сейчас нагло действует хогич не знаю почему так а хавка вове на твиче и вове блин ну это все это две ошибки короче понятно выпускается ху козла сейчас будут домогаться это минус козел между прочим зачем он убежал он не собирался уходить основными цеха минус а что он вообще реально на варик забил что ли хошка на варик или решил паузу взять все же такое количество турниров идет весь ноябрь весь декабрь нычка ставится там же эдон вове да я в курсе две недельки как уже или приблизительно так ну стырка же ладно а командующий говинг говорит что хавк часто играл вов когда там выходили крупные обновы понял то есть это плановая такая штука персоналка нужно сюда если у нас есть персоналка надо козла уже посылать тиманы нет не успеет копай успеет стоим ждем очень ценное дерево не стоит его оставлять без внимания одеяние мага наш на 6 пусть играет да пусть играет просто не я не знаю вопросы по поводу хавка периодически задают типа чё его на квале нет я конечно не обязан следить за что надо что-то ответить хотя бы в курсе быть приблизительно амулет энергии выпадает не может никакого взять из-за потому что не тыкал даже просто ой соколик у нас оказывается в чате блин и я про секретар шучу может и за его ли слушает тоже в целом все по плану идет по фогичев скому плану отменить бы грейд на рейндж переставить сюда еще говорит а чё хавк не играл да вот козлик ждет два свитка лечения 600 леса ни одного виспана экспонии нет повел виспов но была бы атака чуть раньше пока дерево не успела перекопаться опять без виспов на эксперт какой фоге план отличный план не новый не свежий но рабочий испы прорвается шаманом провоцирует на пурдж даже добегает ой самое главное что шаманы пустые думаю дальше все пойдет как по маслу большой инвул я вижу у блэйд мастера он тут 15 секунд может устроить без предела гранты врываются в арчей вышки давит да ладно 7 47 лимита у купер на 40 у хавка я хотел сказать и но разваливаются гранты потихонечку из-за того что красные не все красные алхимик лечь старается кота спаси вален кота не спас алхимик хороший танк кольцо защиты плюс 4 шаманы умирают один грунцер умирают уже третий или четвертый как хантреска забежала классно умерла но заставила всех побегать и под этим под деревом цеха биты нету тычку не продавил сам не поставил экспант слишком поздно это скорее всего все влает вынужден сейчас будет инвул юзать чтобы свалить а специально даже блайда не бил когда копал знаете чтобы чтобы от юнитов избавиться хотя он так и так и избавился мы надо было развести его на инвул а то он уйдет честно венуваки просто и все 14 8 3 5 ну что ж ты не прожал ты инвул г пишет купер особе без борьбы так стандартно стандартно агрессивный опять же foggich с хорошим контролем были там проблемы близкие близкие моменты вот с экспандом но в целом очень однокалиточная игра очень однокалиточная игра вот как-то так хавк сказал что он не хочет играть против корейцев на одинаковом пинге это как бы вот у него позиция такая же как у соника то есть я явно что-то не понимаю есть есть боль видимо азиатская точнее у на у наших есть боль когда ты приходишь на нотизе играешь с пингом 220 плюс вот корейцы играют с нулевым пингом и никто не заморачивается вот сейчас хосты сделали и корейцы приходят играть на пинге корейцы соответственно не приходили играть с пингом 200 плюс ну приходили но не часто вот сейчас когда появилась возможность играть там 60 на 160 отказывается ну понять можно пять лет играл на пинге против корейцы не знаю до этого не было решение понимаете на нотизе не было серваков там сибирских каких-то новосибирских которые ну не делали таких вещей сейчас это отдельная какая-то приложуха отдельно арендовали серваки товарищи которые видимо чемпионс занимаются и сен не ну с другой стороны мы видим что из шести из шести человек которые прошли финал всего два корейца на данный момент будет еще четвертая квалификация и мы посмотрим там кто кто прорвется кто не прорвется но я думаю если розбрейна спросить он будет придерживаться такой же позиции что как бы пофиг на хочет не хочет все должны играть если есть возможность играть в равных условиях пусть все играют в равных условиях вот искусственно делать условия чтобы у одних было 250 других 0 вряд ли так так будут делать просто намеренные одно дело когда решение нет понимаете когда есть там нотиз и вот такая данность грубо говоря ты хочешь принимать участие в таких условиях окей а другое дело когда есть решение есть возможность выбрать хост типа 150 150 60 160 но но люди не хотят играть может это и не нужно ему может быть потребности в есть сейчас же сцена довольно таки развитая в плане я имею ввиду в плане количества турниров посмотрите расписание там например за декабрь с 4 крупных турнира в декабре проходят по варик я не беру те которые там 100 баксовые какие-то еще то есть игра я не хочу если ты топовый игрок то сейчас отличное время вот кто-то скажет back to work задавали вопрос в интервью с хопачем типа сколько турниров ты за последние полгода выиграл считаете на которых призовой больше 100 баксов там было то ли 60 или 70 штук просто такая вот можно сказать не штамповка но и не рутина но очень очень жирно очень жирно по ивентам час идет ах счет точно счет 10 пользу фогичи и купер пытается ворваться на спидах что-то торчу что любить дарчу пытается подрез фуги вообще не реагирует прикопкой но он пропустил два удара в варак добил свою арчу потому что ну понимал что блэйд все равно виндвоке добьет ее на всяких зотоках и других только сейчас заставляли евро игроков играть на америке или по очереди взятки турнир подстрелился а ну чем независимая система тем тем меньше ну то есть азиаты в этом плане они в своем мире могут спокойно существовать у них своя аудитория свои турниры свои даже стриминговые платформы возьмите в китае там полдюжные стриминговых платформ свои лиги свои игроки погнали страну закроют они также будут абсолютно спокойно катать турниры абсолютно спокойно будет выпускать контентом скомментировать это наша бывшая будет это коментить опять улыбаться с этим задницей торчащие из переднего кармана и все будет отлично все будут рады то есть еще им париться кипер пытается о фанатик спасибо за 46 месяцев переподписки артефакт все-таки тиснул кстати не знаю что здесь выпадает кажется агилка цаца да 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 цаца там цаца уже нашу кто-то кормит все все будет идти своим чередом кнут кнутсян говорит я за то чтобы евро турики проводить с хазботом и приглашением азиатов под один пример там если это правильно ставился да 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 то есть для зрителей конечно я вообще не сразу понял вообще откуда негатив но но от sony когда первый раз там вчера что ли так я дискорд на конфу я не особо читал а там они оказывается это уже обсуждали а книга только извините вот а потом как бы ну потому что зрителю то чего нам нам же интересней с больше конкуренции чем выше конкуренция тем ярче катки ну и плюс уровень игроков конечно подрастает если регулярно играть с людьми равной и более высокой силы то это верный путь к прогрессу верный путь это сложный но очень верный путь прогресс отправляете там человека насильно на полгода в корею договаривайтесь вот кемп и все ну если бы была такая воля и все он через полгода если база хорошая он подтянется до среднего уровня как минимум а если вы будут окружать муны лины и прочее если каким-то макаром они с ним будут играть то все мистера винар на отправлять он трудяга тот еще о блэйт на у него есть персоналка он улетает довольно шустро армию игрока атакуют а что если тебя отправить на буткент к соколику на месяц ну мы выйдем оттуда посредственными игроками в паб джиня у дома либо вообще играть не будем там минус код ну хочется здесь фогичу подрезать битые гранты только вышел второй герой ну типа надо папа попрокидывать это овермайн это же об этом подумал не стал озвучивать просто как бы сокол подвал там такие ящики стоят нычка достраивается очень хорошая разведка от фогича посмотрите тут и тебе висп если что на постройку там и сова висит и стражевые если кто-то не заметит вдруг каким-то образом экспант просмотрит висп просмотрит сова просмотрит то глаз там уже третий оплот сверх разведка всегда странно что купер не играет в в иллюзии тоже согласен но смысле почему он без не первой иллюзии что вроде азиатская тема и она хорошо себя показала это первый виндвок первые криты и дальше мир рэмэйдж 2 3 до 5 3 мир рэмэйдж и уж сделали дешевле он сейчас вообще 80 стоит он дизейблит соответственно прикопку с блейда он создает массовку которую можно тоже использовать для на кастовке лайтнинг щелда например того же самого ну и это здоровье потенциально всем твоим юнитом потому что нельзя избежать пол того чтобы нет наносить иллюзиям урон потому что хантрески с рикошетом наносят не всегда ты всеми фокусишь да даже если фокусишь все равно 50 процентов урона хантрес это отскок киршки говорит ох классный стрим варкрафт от майкера и старая графика мне уже 31 31 щегол верните времена аккорпа аккорп 56 к и из роботикс зи зиксили всякие в классы по карточкам выход в ночь бесплатный пинг 200 да из их силем не хорош кстати мады был интересно будет поглядеть турнир с хэппи и скорейцем на хазбата говорит трио ему сразу организую да кстати на гудгейме великолепная турнирная система я не хочу сказать точнее хочу сказать что на лучшие в мире но я не могу с уверенностью утверждать потому что не изучал все турнирные системы в снг 100 процентов самые лучшие турнирные системы вы можете от начала до конца кстати битва идет и здесь вроде купер выигрывает даже об об да ладно выигрывает купер а чё как почему так что случилось ну тайминг великолепные типа нычка не ну и в прошлый раз тоже тайминг был великолепный светоключение класс просто от фогича светоключение на отступление 30 лимита на 50 здравствуйте еще база ставится параллельно как так получилось наверное надо за игрой следить миш лучше и смотреть как мы к этому пришли так вот любой человек может организовать турнир вообще абсолютно любой на сайте по любой игре почти в любом формате там такие дикие штуки можно сделать но далеко за примерами ходить не надо заходите на страницу вот это вот rusbrain cup а у нас даже особых прав для турни мастеров нет насколько мне известно то есть мы они ту супер админа кажется есть то есть у любого пользователя есть возможность с нуля до самого конца организовать турнир то есть это название игра формат проведения описание всякие там посевы менеджермент участников судейства и так далее так далее вот и можно делать мега сложный турнир как как этот что у тебя там одна квали вторая третья четвертая из каждой квали выходит по два человека эти два человека попадают в сетку double elimination бла-бла-бла это все полуавтоматизировано все то есть для участников это все прям матчи создаются чатики матчевые создаются ваш противник такой-то и так далее мы очень много времени и ресурсов и сил вложили именно в турнирный модуль так у купера косарик он отступил но это мега тактическое отступление потому что битый герой и полупустые по мани но он все равно готов повоевать ему некуда торопиться он подпушил поджал хорошо при этом у него достроилась база мега защищенные хрен знает как выбивать бетон миксом таким стандартным да даже хэппи может организовать турнир на гг на гг хэппи не забанен у нее забанен канал и он не может участвовать в турнирах те которые мы проводим на гг то есть вы можете сами определить список игроков которые на вашем турнире забанен можете провести турнир среди ваших пацанов только знакомых или людей которые играют варкрафт только за орков очень интересно турнирует и хэппи будет финале играть против победителя но фоги им похоже здесь будет заливать не делает great in the 3 он вообще не видимо до конца не понимает насколько он позади и что ему сейчас нужно мега халявить сидеть с одной стороны не уже поздно сидеть на лимите в чем была самая большая сложность турнирного модуля ну именно сделать многоэтапные турниры то есть у тебя есть разные системы проведения тебе нужно сделать так чтобы у тебя могли быть тур могли проходить турниры в несколько этапов грубо говоря сначала группы потом сетка потом вторая сетка и так бесконечно это можно сделать можно на нагородить чего угодно там тыкать в героев хочет фоне но боюсь что не получится блэйт уже дикий камень жизни in wool хорошие артефакты плюс 17 урона арчи кричат гранты под спидами 21 просто грейды врываются там правда 22 у фоги чину лимит 70 на 52 это 11 купер показывает что что это не просто формальный финал что он сражаться готов а я на самом деле ну понятно почему некоторые могут не сражаться это ну это не желание просто тратить энергию лишнюю до лень банально но если ты хочешь потом дальше с этими же людьми ты же в любом случае с хоги чем финале можешь пересечься если собираешься в плей-оффе играть то нет смысла ему заливать в квалификации разве что для того чтобы пустить пыль в глаза самому там усиленно усиленно трениться правда непонятно с кем соником что все сметает купер лимит у него не уменьшается еще в загашнике свиток лечения 5 блэд 3 криты скорее всего до 3 криты прокачал шаманы полупустые но и козел там не особо полный пытается тыкнуть блэйда на второе лечение плюс свиток есть напомню арчи кричат очень страшно слышать эти крики лечение опять на блэйде алхимик тут конечно классные с предметами видите замечательными армора 8 и 4 но он один сделать ничего не может мих паника вот купер нею за это я не знаю почему нею за но все азиатские ну все три известных мне сильных азиатских орка они уже в иллюзии перешли вот сегодня мы бы посмотрели на бабушку фокус уже тоже зарегался не турни он бы наверняка с лифами с каким-нибудь встретился посмотрели бы как он качает свой блэйда последнее что я видел это вин 2 крит и дальше иллюзии иллюзии фаги база конечно не отдал но это опять это отступление не потому что он проиграл сражение потому что он о переучивать смотреть час иллюзии будет 3 люди бах 2 крытый молодец привет купер вот армию игрока такую blood last т3 да он только дожил сейчас до т3 музыка музыка у кадаев делается ох уже хочу фашку покатать не совсем за орков ну что в прошлый раз два раза орки выпадали но мы сегодня вариком я думаю до 12 как сил хватит так что готовьтесь расчехляйте свои мышки с это с гвоздика снимайте киберкотлетные свои старенькие оп и иллюзии пони пошли правда диспал 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 сразу же но иллюзии стоят поглощают урон просто просто уничтожение они уже откатились можно новые юзать оп blood last сжирает кодой образ жутко да но я пропустил момент точнее скорее всего там была серия причин по которой фогич пришел к сражению на своем экспанте гораздо с какими-то потерями почему его было поменьше он был не готов но я пропустил гарри потры мы говорит реинфорсмент вчера на турике федерации киберспорта против при зажег и офигел от его добротного уровня игры хочешь сказать что он фуфащик натренировался да с нами реинфорсмент постоянно играет там была интересная мысль о том что что типа азиаты плохие все дела типа ты играешь там enigma говорит в азии поддерживали варкафт даже когда он был никому не нужен в остальном мире это абсолютно верно после того как в цг закончился варкафт жил исключительно благодаря азиатским турнирам не только голдом там были более мелкие но с голода все началось такое возрождение они вложили миллионы долларов создания на тис клиента не знаю какой там бюджет но там действительно функциональность больше где бы то ни было и топовый observer мод есть это да зачем им после таких вложений поддерживать свою платформу и играть где-то еще более что не хватает своих крутых игроков ну да и не поддерживать в том числе своих игроков то есть приходят товарищи по той же самой логике из другой страны до играть на турнире и жалуются на пинг и вы что будете гореть желанием выстраивать тут для них условия специальные если у вас не хватает игроков сильных то да то вам такая такие эксперты такие топы они могут пригодиться но если мы так своей экосистеме живется хорошо то какой смысл могли вообще не пустить но как конечно прокатил многих топов снг я пропустил этот турнир кажется эта серия продолжение серии турниров играем дома они на бюджетные деньги пильнули платформу турнирную вот и перешли туда играть естественно платформа не такая хорошая но желание сделать свое оно ну как то так 1-1 купер против фогича решающая игра бо 3 а не бо 5 ггл пишет купер почувствовал кажется силу до этого они не обменивались вообще любезностями какую цель они ставили поддерживаю варе как хобби или они сальки и другие цели в артилекс мне кажется что там исключительно бизнес задачи были по сути варкрафт китае даже после того как в цг закончился был очень популярен и возможно они компенсировали то что близые забили полностью на на клиенты на 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 кастом кинопатчи и вы просто вынуждены были сделать что-то свое и я очень сильно сомневаюсь что при при выделении ресурсов главным фактором является любовь к игре то есть там все равно учитывает то какие деньги были на нотиз потрачены первую очередь танцевали наверно от попыток сделать бизнес и от от желания аудитории от того чтобы большое количество людей в принципе играла китайцы и меценатство это наверно другом уровне там где-то проходит меценатство потому что начинается тогда когда как как обычно когда уже бизнес все весь сделан тогда начинается меценатство сильно сомневаюсь что китайцы китайцы такие простые они-то узнают в конкуренцию умеют митл пункт требуется чай прежде всего сентября зимы с пряскими другими сетям например фейсбук а не слушайте они же они делают это получается с с тоже платформой о кашный о кашный в кашный турнирный я понял принято счастье в одном из турниров по варкафту разумеется со стрима сразу отказ сашки какое еще ладно бы там название было не покажи класс а отыграй по быстрому там что-нибудь такое но я не хочу это будет расстройство я мне ничего не будет получаться я буду как обычно знать что нужно делать но не буду успевать это делать уже проходили это нужна практика нужно поиграть для того чтобы фирм туре не отлететь даже от человека который ну просто поигрывает батл нэте нужно самому поиграть батл нэте желательно месяцок вот а чтобы там начать выигрывать хотя бы товарищей который кто по подбираются надо я думаю с полгодика покатать причем не просто покатать знаете вот это не не фу фашечка фу фан это не готика так на расслабоне это именно стараться потеть и как арчата тут вытанковала очень больно и было на этих двух черепашках так что я пас мистер лайк говорит у китайцев еще фаервол они при всем желании могут сделать сервера за бугром и зависит от компартии а торков да у них еще политика такая спасибо за аргументированный отказ аргументированный отказ останемся просто друзьями да не знаю почему вспомнил флэшбеки видимо из из детства аргументированный отказ хорошая елочка посмотрите у фогича важно знать такие елки таких елок очень много на разных картах прикопал а но он же не может нормально окружить а там винвок толку нет пока больше окружать не будешь наносить уроном и все какой смысл отличный у нас елки близ и делайте ну что за фигня это гв сейчас да а мне всегда нравилось то что этот отличает игрока который готовится понимаете к такой елки висп не просто так бежал то есть он он же не он же не знал на сто процентов что за это елка особая классная такие вещи проверяются проверяются запоминаются и потом используется более того там висп и держится на таких елках то есть это вещи которые отличают даже не просто опыт ну опытного игрока и и игрока который ну не париться особо все есть реально люди которые давно играют но они не сильно заморачиваются по поводу елок ну там что-то запомнили дефолтные но не ходили по карте не ходили по карте не смотрели в дефолтных в менее распространенных точках где можно виспа а потом включаешь какого-нибудь муна и такой хоп а третья минута игры у него пять виспов по всей карты развес развешаны и ты понимаешь что и ты хмелини вообще никак не убьешь то есть они висят так что ты до них не достаешь пока у тебя рейндж не появится ну атаки дальнего боя и такой понятно у него карта уже открытые все все перемещения контролятся это же красиво это вопрос эволюции игры раньше тоже не парились по поводу этих елок серьезно не заморачивались но зачем человек же начинает заморачиваться тогда когда конкуренция появляется если ты и так справляешься ну ну чё потерял виспа но все равно там отконтролил получше уже выиграл а вот когда и ставки повышаются когда каждый мотивирован играть лучше и лучше тогда ты уже начинаешь в мелочи лезть и очень хорошо что в игре есть такие мелочи которые позволяют себе хоть ну каким-то макаром по повышать свои шансы на о это в этом чатике так погодите а что такое а мы уже тебя все обсудили раскритиковали можешь можешь идти все нормально стрим без задержки что ли тогда понятно что тут 11 ну и ясно тут-то как раз непонятно вот ладно не будем не будем я хотел просто нет все 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 спокойно спокойно сейчас поджигать тгв не стоит игрока атакуют после работы сегодня алло говорит слушай ну плохо плохо что что работа сейчас мог бы просто финале пять косарей просто изи как минимум алло стелепортировался бы правильно ну ё-моё и все нормально бы катнул люци телепорт куда период по джукатой ё-моё все в куче ну знаешь как мы переживали вообще как было больно просто смотреть все уже выигрывал ладно давайте посмотрим 40-45 висп на разведке опять телепорта нет идем в атаку фогич решает степешится сразу протектор бах а пион выходит хитро и ставит базу отменяй протектор иди в атаку но он тебе не нужен протектор ну серьезно не нужен протектор ну стоишь за бараком ну хватит армию игрока атакуют джонни кейдж не знаю не знаю да спокойно ставит нычку правда также спокойно висп ее проверяет и вот вопрос возникает что мы будем делать протектор аов персональный телепорт пока трется рядышком висп решил пока ничего не делать купер поддавливает 1 1 грейды ну поставил бы протектор ну ну поставь ну чё ты у фогича косари на руках виспов может закажем отлично пошло поехало фогича supply блок 50 как он что почему почему так делает он завтыкал с мануэлом четвертым он пожалуйста отстраивается два магазина два магазина зачем под т2 два магазина а мне тоже интересно где-то гв работает там кнут кнутся говорит что работаешь сутенером ходишь пышно белой шубе катаешься на тачке такой образ почему-то любопытно я не интересовался ни разу где-то гв работает погремушки можно погреметь и выбросить что хантресом не работает только ради алхимика 1 таскать погремушки ну ему весело но толку нет кольцо защиты шикарный алхимик получается тоже армию игрока атакуют я пока не не знаю фогич сильно вышел из лимита у него коты коты бегут коты арчи может подрывничка и там взорвать пару боросов стоят вообще палевно но орк рядом а подрывник и так бежит ой пурш 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 минус подрывник идея была хорошая но как бы орк оказался рядом и арчи тут подходит просто мимо оооо какая боль они не уйдут чё делать чё делать ты пошли отсюда надо просто арчи забыл прячься 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 мелкая ееее грунт уже пошел светить гад выкупи всю просветку выкупи давай не так не работает там так деньги спускать можно на этой просветке помню то ли пипс то ли оранжман делали или и rd не помню кто из наших это была фишка в конце вместо гг ты салют делал то есть брал бинды и на все золото которое у тебя осталось там где противника его светил там салют в честь себя армию игрока атакуют у купера пока что лимит поменьше но еще раз еще попытка смотрите фоги не оставляет вообще если вот сюда подрывником взорвать два бороса взорвать там треть хп у земля у землянки какой у крепости козел бежит вперед давай 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 куда ты пошел тык 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 ну только нас со стороны мейна надо было делать сапплай блок здравствуйте шестьдесят шесть на пятьдесят два погнали виспы есть прикопка минус грунцер позиция у фогича просто шикарный вот такой фронт чтобы коты насмерть арчи протекшн протекшн пошел воу блэйд вбегает начинает нарезать виспа пыч прикапывает блэйдауни истин вул иллюзии спасают его на некоторое время lighting shield на алхимика вынужден диспелить свой собственный протекшн основа иллюзии блэйд очень битый видит его фогич начинает атаковать но блэйда есть и инвол он его прожимает критует что по свитку по свитку свиток лечения прожимает красиво блэйда свиток есть но его можно убить он уходит лечение шестьдесят три на шестьдесят пять косарик на руках да заказ ну вот купер да заказался фогич сейчас только что тоже да заказался есть магазин козел в магаз ману выпил блэйда прикопал блэйда прикопал у блэйда есть мир реметч и он его и делает ох шаманов миллион маны вы посмотрите полная мана у шаманов коты падают грейд один один там 0 2 фоги 57 фогича уже меньше алхими конечно танкует грунт сыры конечно биты но лечение сх уже почти пятый это купер 2 1 ну 90 плюс процентов на скроллс спиде сейчас давит а там телепорта нет штраф юнитов раз-два-три-четыре ладно три еще кота 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 лови где там просветка кто просветка шаман побежал на просветку порч окружили кота окружили 5 сиха свети кота уже утро начинается кота все равно светанули и отпустили хандреска убежала все это гг купер топ-1 фоге топ-2 пытается в т3 сейчас выйти смотрю каждый раз такое чувство что эльф плюс 10 15 лимит на тире 2 от орка ничего не может сделать ну ну подстроились уже как борки раньше вот этой связкой грейджи нами котами и чуть большим лимитом за счет экспанда эльфы унижали но орки научились затягивать затягивание выгодно потому что ты свою базу в результате сможешь поставить и чем дальше тем проще те контрить козла из-за того что шаманы копят ману и орковские герои чем выше по уровню тем они ценнее чем тот же самый козел который контрит с шаманами алхимик он с двумя не сдюжит ну и все и просто перестали атаковать отдаваться на экспанде эльфийском то есть перестали орки играть в одну атаку на эксп эльфийский вот и все то есть если вот пытаться упростить я так себе в голове это пытаюсь уложить принципиального чем отличается не героями не миксом а именно ну хотя некоторыми пытались еще в бестяре играть против эльфа такого гранты шаманы чуть позже этого это корейцы начали кажется так играть и древо жизни ничего в себе а зачем так здесь древо жизни строить если через три минуты main заканчивается арчупа на мы не оставил армию игрока такую тыкает main очень сильно страдают антрески пошел телепорт не успевает выйти отсюда а он убивается в нычках это ошибка понимает боги что там теряет 2 хан трески и улетает купера уже большим это макро древо жизни он вы уже отменил очень а нет нет отменил потому что орг набегал скорее всего и моего и отменили но нет смысла в этом древе потому что к тому моменту когда надо строится вот с этого момента закончился бы у тебя main пытается развлечь фогич он понимает что в лоб у нее никак не убьет и пытается пытается разводить купер это раньше чуть раньше понял и уже вот первый рейдер это сигнал что он готовится к разводу снова атака дерзкий котов который ни к чему не приведет амбору рабочего может подрежет и все но мейн конечно никто не сможет забрать он тыкает тыкает в крепость ничего не убивает улетает купер уже чатится пошел не ну в теоретически можно на ошибаться например отдать центральную но хотят черт с ней центральный идешь в размер просто и все убиваешь там эксп арчи и не забыла специально оставил потому что они проигрывают по мобильности фогичи просто нужно сейчас как-то время выигрывать отвлекая внимание орка центра норк уже в центре и ну грейда у них одинаковые к супер crazy fox и разница по технологиям шаманы гранты и хантресс и арчи но считать нет никакой да одно на т1 другое т1 т2 но и и у грантов great на т2 если у хантресс great на т2 есть и у арчи great на т2 из который тоже их сильно а пэт то есть по сути с точки зрения технологий микс но если только кодой убрать коду это как не знаю как медведь наверное с рыком у них все одинаково абсолютно по технологиям подрывник подрывник может 2 бороуса взорвать два подрывника могут взорвать больше чем 2 бороуса если добегут конечно а рейдер уже тут ловит подрывников взрывайся и я бы вышел как сказал бы бигман я бы вышел боги не сдается не выходит молодец видимо там арчи меткость хотя нет у него меткость у нее нет меткости нет леса на меткость какое впечатление что фогич поздно начинает разводить то есть уже когда это такая особенность теряет котов на убивает экспант но котов теряет прям миллион у нее еще оказывается телепорта не было я не знаю каким макаром здесь ушел просто козел он не до здесь вообще никто не должен был уходить учитывая количество шаманов пурджи и наличие рейдеров которые сеточку хекс просто сетку убивают тут дико не до контролил купер просто вообще не ясно зачем он запустил тут фоги полностью оставался то есть все герои фоги оставались здесь это и смущает фогичи и протакты хил и магас подстрелился и чего там герои арковские хороши по уровню более полезные шаманы контрят кипера как бы сам сам берешь героя которые темповый типа на старте но даете только временное преимущество и контриться то же самое что жаловаться что дриады убивают элементарий у архмага но зато архмаг там на старте дает хороший буст так лягуха тут попыталась сахе да передадут скорее всего нул сахе подрывники опять тут мнутся трутся коты отдаются подрывники убежали кобальдом замаскировались надеюсь их не закрепит ой но только купер не восстанавливает базу фоги удивлены этому но это странно действительно фоги все-таки сделал дерево то есть решил что ну пусть main стоит построю еще дерево еще подрывник минус подрывник здесь фогич теряет центральную базу здесь можно три боруса почти убить да почти только он в угол не встала и сюда не попытался забежать под ударом большой гамбургер крепость которая сейчас увеличит свое здоровье рабочие стараются козел понимает что никак это пешится вот если бы у фогича был мы была централь надо выкапывать main идти идти ставить базу все равно в теории конечно в теории если у ничто уничтожить главную базу орка но можно еще долго бегать ой блэйд мастер действительно скоро 6 правда куда где ему крутится это мы наверное на мэне а лучше всего арчерки которые за хантерс холм спряталась она-то точно не умрет в этой игре козел было хотел прикопать шамана на посерил на свою ману посерил на ману шамана на ману я рабочие уже не спасут сетка в алхимика сетка 2 в алхимика почему пурджи мне стопанули алхимика козла бьют указала 2 телепорта на всякий случай ну и все т.п минус main у купера но у купера 70 лимита ну ну 70 лимита и центральная база дальше то что ну минус main дальше что 4 арчи и такие засадные девчонки вы чё здесь делаете дальше что горит купер ну действительно у меня тот же вопрос а чё чё дальше то тебе до queen надо ботри ботри но это принципиальность фогича она поражает действительно он сейчас сражается прям очень принципиально сражается но в теории да можно орка в разные стороны растягивать взрывать ему делать supply блок даже при всем при этом я не совсем понимаю а дальше то что но будет у него центрального тебя от отстроиться на центральной базе дальше что тут нет при правильной игре купера out of нет блэйд мастер блэйд стом блэд ласт я думаю сейчас фоги может выйти после этого телепорта ну вот вот это так что что она принесла минус 3 хантрески что там минус пара рабов минус 2 хантрески но по звукам было минус 3 а он забегал на в центр и делал и взрывал центр вот так да так так хорошо можно было пытается убить x но это так сложно ой так сложно ой умрет он здесь полностью телепорта нет вангую полминуты гг максимум порш наконец начал штрафовать героев 20 19 18 хреново из меня ванга 17 16 15 но не 34 лимита база сейчас закончится 10 9 8 7 6 сейчас парчупать 5 4 3 настоящий специальный эксперт эксперта варкрафта понимаете и веселый педал все равно получился ой поздравляем купера красава давайте по фашку поиграем раз у нас так много варкрафтеров заходите друзья случайные расы случайные герои противники не случайны во первых хочется подвести итог и еще раз вы выразить респект нашим товарищам который невзирая на наличие топовых корейцев ну конечно не все тут топовые корейцы но в целом как бы люцифер люцифер купер одержал победу над люци и одержал победу над фогичем в полуфинал финал соответственно ребята не отдали в этой квали в третьей ни одной квоты корейцам ни одной то есть в первой квали сок нейтрон причем нейтрон выиграл 2-0 во второй квали соответственно шейк лалайт проиграл но он все равно молодец он выиграл люциф полуфинале и в первом туре тоже кого-то одолел не помню кого вот этот кто со и накажет ну не помню какой никнейм вот а в третьей квали вообще никого не пропустили красавцы просто красавцы так собираются у нас люди я вижу что крео смф ли джин лаки это те которые могут убить ареникус sl ну если кого знаю убить то может любой был смысл биться за первое место ты будешь в сетке против топ-2 то есть теории с более слабым игроком ну а черт его знает как там получится потому что топ-2 например будет сок у тебя топ-2 надеюсь готовы участники наши выключите стрим пожалуйста если вы находитесь внутри игры чтобы не мониторить погнали в прошлый раз мне дважды орки выпали было было мучение надеюсь сейчас соком не хочется играть то по демназии поверхности и dreamhack да есть у нейтрон написал что либо сок был с бодуна либо сок это был не сок но хотя если это был не сок зачем уходить турнир типа ради турнира который через пять часов вебка к сожалению сломалась надо будет завтра сдать камеру по гарантии вот альянс и мисс клики надо просыпаться одно дело смотреть улыбаться к точке другое дело катать респ не самый плохой интересно там фут может вообще застрять в общем может застрять фут или нет вспоминаем как вообще за альянс отыграть попробуем с ополченцами взять вот это вот оранжевую точку зависит от соседа в том числе конечно но попытаться стоит у кого-то там спайки оказалось что шесть рабочих но уферливает боли и этого не будем переигрывать конечно из-за одного товарища ну один из 24 это не такая большая надо проверить вдруг и товарищи рядом со мной и на халявку захватить базу потому что если ну не ты этой ее захватят другие так надо еще сделать по привычке отображение индикаторов а там либо альт выдирать либо приказывайте когда там герой то выйдет скоро да погнали я думаю сразу до выхода героев надо еще сделать это и ну а где почему call to arms не работает у меня что приказа c нажимаю они не идут вардыночка а у меня единицы не работает точно не на клаве единицы не работает а пук сломал пук сломал единицу да не биндится мне надо клаву менять не биндится ну единичка не работает лешего начинаем со вторыми биндами но это крайне неудобно друзья крайне неудобно да с привычка есть а у меня нет запасной клавы то есть я раздал всем на клаву спасибо большое соколик с водорода с водорода скину я не проверил своих соседей еще кто это был кстати а почему еще точка сбора мне сбора я сам виноват не поставил суд будет быстрым да ваше высочество я вот думаю телепорт сразу мне не будем как будто мне почему ничего с биндами друзья f нажимаю ну или с клавой просто а у меня кастом и стоят почему-то для кастом кис стоят с каких пор у меня заработали кастом кис я же их не включал я уже давно на стандартах играю тайминговый магазин альянсовский первая группа по-прежнему не работает да так некомфортно играть друзьям так трендец как некомфортно играть ладно возвращаемся домой ой 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 я чувствую их страх почему я даггерта не не взял 2 у меня вроде сосед неплохой ну такой вроде убивабельный и с фермами сто лет не играл вариком да я вдова сделаем пока что дэв дэв укажите цель не у меня с бинтами что-то мне как будто частично кастом кис частично стандартные кнопки что то есть у меня дэв и точка сбора и так наверху рефлейм ладно надо верхнего убивать делаем тир можно сбегать его подхарасить потихонечку живого спасибо за за саппорт на клаву блин я ты реально перейдись к он нажимаю ничего не получается единичку нажимаю ничего не получается с чем это может быть связано может это будет связано с warcraft и чемпионс что там бинды он сам свои ставит сейчас проверим да это warcraft и чемпионс каким-то макаром нифига себе это warcraft и чемпионс это единственная по сути что я поставил форсир боли ну зачем ты мне нужен ладно пробуем этого товарища забрать что у него две магические вышки вроде не очень опасный враг но за двумя магическими туда завозили настройка стомки с ну да видимо видимо но есть так здесь лаки штурму и торка да думаю сейчас но подождем снизу война идет до клаву придется покупать не я клаву купил простенькую сравнительно как простенькую не на самом деле она там две с лишним тысячи стоило но на водонепроницаемые водонепроницаемые потому что первую мою клаву механическую пух залил вот и я решил что ну надо обезопасить себя и вырываемся довольно простые товарищи вмешиваемся имеет ли смысл брать давай став возьмем все равно чем раньше возьмешь тем лучше сделаем сразу же апгрейд чтобы вышки вырубить и будем в первую очередь выключать вот этого товарища с рифлами минус 500 минус 500 почему почему не пропадут вот но потом он пришел вырвал мне кнопку двойку с другой клавиатуры с водонепроницаемые же следующий приезд так возвращается но от этого надо убивать друзья причем убивать одной атакой желательно я возьму с собой рабочих наверное и погнали а нет кастом видите призыв к оружию hold position это точно warcraft champions счетов с кастом кис на портачили прям сто процентов то есть у что-то среднее между стандартной раскладкой моей кастом кис на и раз раскладкой то есть hold position например у меня и и и и и и я дефенс не могу ну одной атакой не убил но он скорее мертв чем жив вообще-то блин на c придется просто вот ручками это все делать не работает половина кнопок поцарапись человек куда летим от меня хоть пересоздавая сразу же надо выключить наверное в настройках подождите а могу кастом кис кажется никогда не могу кастом кис в процессе вы выключить правильно это варкрафты чемпион смешался в работу нехорошо нехорошо и тут не пройти ладно пошел 7 неправильно пушка тренировать тут вопрос привычки что я привык уже что клауд это си чайник это си а ты нажимаешь си и у тебя холд позиция срабатывает это плохо как бы мне не пришлось человек фирму еще убивать я готов ага сокол гринга валий такой троллинг ребята такой троллинг вот такой вот он сейчас надо посмотреть убил орк того или не убил он пишите эти первый груздом подлутать it's hammer time погнали вообще должен был убить вор там никого же не оставалось да и он убивает как раз сейчас нужно взять и построить базу желательно взять да он добил потерял кстати грантов несколько судя по трупам второй ставчик опять же я отправил рабочих сначала c потом через шип на стандартная тема они пришли просто вот вот так пришли сейчас опасно ставить базу мы же с вами рисковые парни на яйца а сейчас рискнем блин я не могу контролить ну кидаются ци не кидается вот и все эти базу мы не поставили ну стоило конечно аккуратней действовать и обычно ты рассчитываешь нужно тебе ну то есть насколько ты можешь рисковать исходя из того насколько ты можешь поконтролить а я тут просил надо было перестраховываться конечно надо было перестраховываться зачем этого я построил непонятно да 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 еще катка точно будет точно еще будет катка я думаю что это скоро закончится с такой игрой у меня я готов от меня ничего не скрыть что куда летим снова идет его довольно много ласт ггн пишем ссори реп да надо с клавишами забраться я буду плеваться оставшиеся полчаса так как мне избавиться от кастом кейс который мне накинул я даже не знаю как отключается кастом кейс то есть не просто включились и все либо ухали их удалить в папке варкрафта но не факт что управление своя схема классическая схема этого не было пойдем готику мана выкупать не или нет и артонс я решил что по готике будет последняя трансляция на 12 часов марафоне стоя потому что сказал он вейв что там нет но осталось очень мало контент вот попробуем еще разок марик перезапусти без варкрафтер чемпионс таки его выгрузил уже его не должно быть что-то игру не видно никто не заходит не видим и груда вижу давайте попробуем реально перезагрузить варкрафт соколик все зайдет еще да так на всякий случай я проверю хотя варкрафте чемпионс отображается классическая схема окей создаем погнали ну если не получится то кто-то а нет получилось сейчас видит игру шоколадка еще заточу с вашего позволения спасибо мистер лай пришел для соколика где сокол то в общем сокола нет может тайна тролль это он слот а че тут дубас такой медленный кис прости пожалуйста сокол слишком еще говорят чемпионом был когда погнали главное чтоб сейчас рядом не было кого-то из папашек негов привет давайте эльфов или андедов главное чтоб не орки ну ладно альянс тоже можно не считается пошлогатка андера хорошо ну а другое дело блин чего желает мой повелитель да повелитель твоя воля исполнит проклятые золота погнали респ конечно стрёмненький потому что выходить с него крайне сложно но зато и заходить на него тоже сложно под боком у нас есть проклятые товарищ очень близко алтарь сразу не поставился я думаю ничего в себе опять какие-то проблемы да хиса жалко в следующий раз не будем просто сокола пускать кто успел тот у нас демократия в конце концов правильно вот я так думаю сказочный говорит теперь тоже шоколадку захотелось придется сходить до магазина ой до магазина до холодоса не настолько захотелось шоколадку чтобы до магазина переться призыв завершён пошла гуля чего желает мой повелитель я вот думаю в три гуля играть или все-таки в две наверно пока в две сыграем а то я так с базы не выйду то есть выйду уже с слишком поздно будет призыв завершён ммм зигуратом накосячили да немножечко чуть-чуть самую малость и выходить на вот сейчас зигурат наверное мы пилим и 2 можно было его сделать поагрессивней хотя тут вопрос может быть лучше два финда для более быстрого криппинга потому что сейчас мне хотя и так хватит до второго финда там задержка будет не очень большая достроиться нужно больше золота семь секунд пауза будет нужно больше золота будет три четыре всё поехали стратегический запас это правильно посмотрим на героя посмотрим на вот этих вот нейтралов желательно их не отдавать врагу герой за скелетами не забыть третью гулю достроить герой варденка она меня она меня преследует не варденка хорошая особенно за андедов она топовая просто представляете до 6 ты докачиваешься у тебя всегда есть скелеты из кладбища тут бладмейдж тайна тролль главное не отвлекаться сильно на народ и крепится 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 варька молодец от меня ничего не скрыть ой мгм я железный кулак правосудия аж волонор суд будет быстрым да начнется охота да за что там две иллюзии алло хрустальный шар и проверяем соседа нашего стоп ту лайк он не очень плохой кстати ну то есть по силе он нормальный жизнь за нерзун не запредельный но я думаю что бладмейджа с гулями проще будет убить чем степ ту лайтом такие плотные эти нейтралы Так, второго героя Хороший вопрос, кстати, брать второго героя По фасту или нет Что Варя меня вполне устраивает Как соло-герой Тоже артефакт подрезали Ну, по крайней мере, я уровень взял Еще немножечко Так, а где могло что-то остаться неподалеку? Разве что вот эта точка желтая Она тоже не очень простая Ну, я имею в виду именно убивабельные какие-то точки Здесь все уже закрепили Надо возвращаться, наверное, и пробовать уже подпушивать Подпушивать соседа какого-нибудь Как у него дела, в общем Очень плохо, да? Только у него Т-2 уже И вышки есть Ну, чтобы продавить, нужны мидвегоны А я бы не хотел их делать Можем как-то без мидвегонов? Можем, но дольше Как насчет двух слутер-хаусов И по фасту его убить? Ну, тогда арбы долгое время не будет Сейчас придумаем что-нибудь Пока соло варден Пока соло варден Сеточка Гулик надо было перевести, естественно На более близкое место для добычи Давай еще скелетов возьмем И, наверное, ману, да? Ну да И можно попробовать повыманивать с первой обсидианкой В центре покрепиться Штандеды, они такие, они могут крепиться И это вот так немножко А, он в гарк идет Ну, закупку бы еще сделать Блин, опасно, конечно, опасно Ну, без обсидианки опасно сейчас Вылезать Зигурат на 50 Телепорт, если что, есть Второго героя пока не делаем Чтобы варька прокачалась быстрее Здесь, соответственно, обсидианка Так, обсидианка И, наверное, следующий Оп, оп Ой, да, видите Хороший у меня сосед Ловим еще одну гаргу Да, он не прав, конечно, кормит меня Кормит это здорово Теперь он мне особо не помешает Делаю грейд на Т3 Обсидианка с хилом Еще одна обсидианка Мне кажется, даже надо было Нифига себе там Прилетает сразу же Железный кулак правосудия Закон Это я Я чувствую их страх Никто не уйдет Я имя не уйдет Да начнется охота А кто-то ничего не спит Каков твой вердит? Нет Блин, это меткости Ясно Аж волоно Я железный кулак правосудия Это запас мангра Мои крипы Ну вот я не знаю Сейчас как мне Центр крепить Это реально сложно Учитывая Битую варден Надо было Наверное Ой Оказывается, не было Черт, какой кривой-то Очень больно здесь будет Почему не вызываем скелетов? Да Ну я здесь Не могу ничего сделать Ох, жалко, 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 жалко Ладно, забей Забей Смирись Отпусти Забудь Иди уже От От соседа От меня Ничего не скрыть Или качнемся На красный Мне нужно совместить Там пятый уровень Варден И Возможно даже базу поставить Там на халявку Попробовать Пока я того типа Долго убиваю Финды медленные Без ауры Блин, опять 25 А он закрепил Скорее всего здесь уже Нет 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 Как же я жадно играю И поплатился за это Очень глупо Ну я недооцениваю Опасность И Действую очень нагло Ну увидел Что типа могу Попробовать Попытаться Ну варька удар Не держит Все Сейчас у меня Сейчас у меня остается Из опций Только вот Из нормальных опций Бить соседа своего И развиваться Ну так как есть Уже забивать на криппинг Забивать на то Что центр я не соберу Принимать вот это вот Все Что я не соберу центр Приходит Штурмовать Не самого там Сильного соседа Да У него вышки Это может быть Непросто Весьма Блин Тут А тут жест ведь тоже Какие-то бомбы Что Варя не держит Удар тоже И дебаггер рядом Понимаете Я думаю Надо ставить Было еще пару Загуратов Просто сверху Сейчас еще дебаггер В любой момент Может подойти И штурмовать С финдами Довольно проблематично Смайл присматривает За мной Ладно постоим Погреемся Размен-то был Очень хороший Я не потерял Мне кажется Ни одного финда Убил Несколько хабомов Ну потому Мы и так убьем Поэтому я сразу В этого Не успел Штампануть Вызвать Тайна тролль ГГ Отлично ГГ Ага И сверху Второй налетает Телепортируемся Пока У меня все Битое Без маны Я не готов Но у него В целом Лимит Очень приятный У Дебаггера А что Посидянку я так и не построил Что ли Варьку до шестого После этого Не дебаггер вообще слабенький У нее 4 2 1 Хотя нет Не слабенький Это я Зря так Не слабенький Не слабенький Три героя же Вот Пусть убивает Пусть вычищает Моя задача Выйти поставить базу И дать бой Дебаггеру Такая вот задачка у меня И пока Наверное Вкладывать буду Деньги И исключительно В варьку Пытаемся В целом Должно быть хорошо Все Что у нас Микс очень хороший А что Куда А куда финды побежали Кто-нибудь в курсе Дрейн идет Постоянный Я не вижу Вообще Чтобы я что-то Убивал здесь Аватар оф Энджинс Ну у нее тоже Конечно Тут люди умирают И Аватар оф Энджинс В конце концов Работает Я железный пулак Правосудия Никто не уйдет Я железный пулак Правосудия Тебя начнется Охота Ты за басманы Исчерпа От меня Ничего не скажешь Вентай Велилуна Каков твой вердик Надо ставить Базу быстренько Пытаться лечиться Да, очень плохо В кучу влетел Получил Получил все Просто получил все Собрал прям Ай, чайник еще Я не посмотрел на ману Спустя рукава Играю Очень небрежно И соло героя Теряем при этом Мы, да? Ну кто так? Я смотрю что 101 хит Думаю Убежит Куда она убежит Если там маны есть Уфс Крайне небрежно Играю Ну мог телепорт Прожать У меня была Возможность такая Думаю Отступлю Ничего страшного Не будет Так вот Так, давайте Ульту оставляем И начинаем спамить Духов возмездия Задача Чтобы он не Не построил Здесь базу Просто не построил Базу Это вполне Нам по силам А калит Какой-то Добежал У нас На Ту сторону Бинды тоже Опять Мы кривые Типа Варда Надо ждать Какий вариант Ждать Варден И молиться А где А где У нас сетка Пожалуйста Скажите мне Чего желает Мой повелитель Говорит Сделай Выбор Спящий Пробудиться Сделай Склоняюсь Перед Твоей Волей Ждем Варьку Только она В теории Может Тут Помочь Нам Вызываем Ее Трупов Нет Правда Заливаю Джука Мне кажется У него Уже Есть Экспанд Слишком Много Народу ГГ Сори Друзья Блин Что то не идет Сегодня Отвратительная игра Сокол на первом А я Блин На дне Нет Хакман Я к сожалению Не могу Если бы мог Я бы запилил Аспирант Сегодня не сделал К сожалению Не подготовил На ютубе Анонсик И из-за этого Я тоже не проанонсировал Вовремя Он успел уйти Плохо отыграл Была серия промахов Ну в центре Неудачный криппинг Потом еще один выход Еще минус Телепорт Надо было Скорее добивать Этого соседа Не рисковать Не угадаешь В Фуфа Кого ты встретишь Вроде как Одного отогнал От драконов Но там был второй По центру тоже Вроде одного отогнал Там второй Ну в целом Плохо конечно Ты играл Давно в барик не играл В том числе Поехали Сейчас Может Получше получится У меня еще Запись локальная Потерится Из-за того Что места свободного Нет Класс Да Не будет записи Ну она была Но сейчас заполнилась И так работает ОБС Что он не оставляет То что было записано Не создается файл а подождите на же на гг запись все нормально туда можно стянуть да сколько мы видели по финальным очкам ну и варданку я тоже отдал просто и начал сражение тоже хреново альянс респ в целом неплохой весьма неплохой надо взять попытаться вот эту точку побыстрее проверить соседей урывками прокрепиться сделать какую-то разумную оборону чтобы был вход на базу шесть семь глхф обменялись любезностями фермы как-то кучно ставлю не знаю зачем мил надо поставить где-то вот здесь на перспективную добычу дерево сверху чтоб не не убирать лес строимся очень важно узнать конечно что у нас тут за сосед я наверно сразу магическую вышку пелену где-нибудь вот здесь футменом проверю соседа что это у нас тут эльф твистер очень аккуратно он там строится очень аккуратненько выходит герой этом дека ладно ндк неплохой герой тем более он даст возможность мне добивать юнитов на криппинге это важно погнали дальше ну и аура у него конечно хорошая главное чтоб сейчас герои андедовский выходили так по крайней мере у нас маневренность будет мобильность какая-то деку подставляем под пирсинговый урон много не будем футов делать у твистера соответственно фэр лорд мое терпение истощилась здесь уже закреплена я пытаюсь что-то подрезать я вот не знаю что с эльфом как его быстрее убить может и не стоит именно его убивать кто есть попроще я понимаю что недорегенился но нет времени теряем фута первого второго там самонов миллион бум 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 заманерем заходим это предметы пытаюсь предметы и опыт получить сми правдами и неправдами Думаю, хватит Второй койл все-таки взял, а не вторую ауру Может быть, это ошибка Но так уж Нет, это спренд, у меня локалки нет, к сожалению Только на гудгейме есть Аспирант, в общем, скачает Так, зеленую точку собираем Надо посмотреть, во что идет эльф И магазин надо было построить тоже Полезная вещь А, и тот футмен тоже не дошел Минус три фута, вроде как, да? Не буду я сейчас пока этих крепить Точно буду делать второго, третьего героя Никак без них Блэксмит, да, но Я очень сомневаюсь, что буду Надо глянуть Эншн Ту Винт Один Хантерс Холл, я понял тебя А зачем я его бил, если Форсир, окей Форсир Фаерлорд Мне не нравится тема с хавками Скорее рыцарем надо его давить Чем-то таким Даже реген не буду покупать пока что А, смысл какой Архмаг, серьезно? Я не знаю, что Архмагу брать Честно не знаю Ну и ясно Ну пока, наверное, я к ауре склоняюсь Учитывая трех героев И неактуальность элементарии Да, аура просто Для койлов Я бы поставил еще одну вышку Слишком много соседей Опасная ситуация А, и он пушит все-таки Вбивает мне вышку магическую Отлично, тут еще нейтралы Кажется, рабочих Немножко расстрел Мне кажется Понятно, двух футменов еще Делаем третьего героя Коней став Надеемся на живого героя Но пока Рандомчик не на моей стороне Что же, что же, что же Гиппогриф райдеры Серьезно То есть, надо было делать Петухарню все-таки, да? Сделал бы петухарню Было бы лучше Да, рабочих надо восстанавливать С рабами проблемы Там уже минус три человека Давайте мне герой Какого-нибудь Андеда хорошего Блин, не знаю Лича Дредлорда Что-нибудь такое Рейнджерку Архмаг Второй Вы издеваетесь? Капец Что за тема Недоделанных дотеров Я готов Я в воплощении тьмы Я в воплощении тьмы Я воплощении тьмы серьезно с такой связка и не значит делать просто не знаю что кто звал ладно дк как бы ну окей на два архмага вторым третьим героем это куда это я не понял вообще что произошло разлетаем вперед за облачную дай мою терпение стащилось быстрее взлетаем что на этот ну че моя помощь моё терпение истощилась я готов 2 архмага 2 архмага carl как раз взлетаем что на этот раз моё терпение истощилась куда лети я готов вершить есть я готов звал меня быстрее атакованы контроля как упырь последний и убили конечно у него много всего давай элементарий у нас будет и blizzard элементария 3 аура вы все у нас будет лучшие 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 технологии задоларановский так на этих технологии он делает арчей но ничего страшного мы их будем очень странный отдача удалить и следаем прими я готов что кто говорилось для и достаточно золота я все равно медленно убивая людей как я готов вершить я я я что я что я поторопись человек что на этом я нормально элементальный кого так молодец молодец просто молодец эльфом крови и он там без поп от меня прячет хитрец какой пора убивать уже сколько можно очень долго тянем погнали мой как у меня маны много не понял а он уже он не атакует вообще деку а ну где он контролит я готов вершить месть что куда лети требуется моя помощь ладно мое терпение истощилось поторопись человеку как сказали даже не знаю ладно убили твистер левает быстренько ставим здесь базу ему ну вот так а что я могу вообще счетно у нас там по кастерам надо арканки здесь парочку сделать наверное да парочку арканок ну напрашивалась с таким количеством маны с двумя архмагами в два раза больше говорят маны будет да да но это не точно кажется надо будет мануэла в этот счет убить для того чтобы или сверху удастся базу поставить господи 2 архмага что я в лейте буду делают делать надо мной все смеяться будут все смеяться будут ржать просто блэдмастер будет выходить и такой что это слева товарищ кстати вышел погнали смотрим кто там убил его и кто строит базу никто а вот это интригует смайл смайл здесь рядышком со своим блэддом ой мистер лайт с танками нет ну а почему танки почему мистер лайт хорошо давай центр проверим вдруг там кого то не докрепили ну а вдруг что телепорта нет у тебя я готов смайл кто он телепортируется что-то мне не хватает гипосов точнее там теория андреа ой ты тут еще какой отдался у меня очень быстро да ну и контрить это соответственно без танков просто нереально ну вызываем мага назад надеемся что доживем до инерфаера и танков есть всего одна дополнительная база не густо этот манодрейн у деки выглядит тоже очень очень нелепо мое терпение истощились что проверим может другого товарища там мистер лайт и самое главное смайл а тут криво под боком хахахах такие соседи мистер лайт надо пытаться убивать быстрее мистер лайт точнее брать вот эту вот базу аккуратненько 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 что пока он не заметил а там косяки уже летают этих так я исцелю эти земли взлетает на что жалуетесь мое терпение истощилось таурен блэйд такие прям ребята серьезные эльфы ему выдают таурена и блэйда я бы поиграл добавляем немножко пристов ждем архмага не знаю зачем мне архмаг как бы с близзард сразу стомп элементали дриады и ну толку 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 немного архмаг выходит но хорошая новость в том что с времени время есть можно еще одна катнуть если если вдруг что-то не получится в этой случайно случайно вдруг ну вдруг мало ли что вероятность конечно крайне мала я готов ну а вдруг что-то пойдет не так что что не знаю куда летим надо быстрее делать второй третий great на атаку я готов мое терпение истощил леса нифига нет разлетаем слушай я готов так лаки минус куда летим опять за работу взлетаем чем могу помочь что на что жалуетесь достраиваю еще немножечко пристов четвертого приста и здесь будем под шумок просто делать базу когда немножко леса на дыбе то есть я пытаюсь сделать микс который будет неплохо работать против трех людей неподалеку причем надо хавков убивать надо убивать хавков менять на грифона ну так 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 пристов переключаем на сынерфаера на ну присты и танки и грифоны это как бы наш я готов вершить куда летим так а давай-ка я их отправлю лучше на разведку то есть так потом так ну как долетят так долетят чего и так кто звал меня слушай на что жалуйтесь мое терпение у лайта должны быть проблемы дай его смайл гасит ну я пошел на смайлах что это единственный нормальный сейчас вариант его а-а-а что это что происходит смф скорее вот тут зарубились а че они тут делают да на что жалуй нас тащилась взлетаем что на этот раз я готов вершить место так не понял давай-ка сначала поставим тогда базу раз уж мистер лайта минус нули да видимо сейчас смайла надо смф крео и смайла рядышком тут сокола не хватает для полного счастья давай наверное даже пару сорочек сделаем аккуратненько у смайла скорее всего сейчас центральную забрали да я пытаюсь добавить третий грейд бы на атаку вообще можно не убирать inner fire слушай так у него патма таурен и ага он деку просто тыкает вот и все я не знаю как здесь убивать его кто-то кто-нибудь кто-нибудь ранен такое количество разный разноплановые разномастные фигни меня сгрызли ну да и отменяют базу четвертый леч понял пятый блэйд пятый тавурен трынде сидим на двух базах пытаемся отбиться отдаем базу естественно я кажется там танками отвратительно поконтролил они были черт знает где они пошли через атаку убивать разные разные а он атаковать сейчас будет да наверно что нет помнить про инвиз надо про элементали мне кажется три танка маловато нужно как минимум пять нам гипосов видели какая стая спамим элементали а у смайла еще эту базу не штрафанули черт побери хлеба хлеба смотрите ух элементали так как много да надо сюда идти уже это нужно больше я будет погнали ну либо смайла и убиваю либо не убиваю все просто смайл покидает матч но это не я убил там видимо сокол прилетел мне кажется я не вижу другого это сокол прилетел сто процентов ну или кто-то из из нормальных вот сюда вот дебаггер прилетел дебаггер чем у него как бы там не очень все не очень много того то что я увидел не очень много ладно не будем торопиться нам нужно решить проблемы с лесом желательно ультимативно через через шеддер арене куз центрально вообще взял вижу шеддером взял шеддером кого избавляться или не от кого или сейчас как раз выйти из лимита о козочке а может он деснулся просто как как-то странно он ливнул очень странно ливнул так этого рабочего сюда микс хороший полимор бы еще сделать сейчас 3 ауру выучим вот такие и элементали элементали пошли надо магов закупать им нужны всякие медальончики жизни амулетов сполшил щилд рабочих брать новых ставить базы так ну а дебаггер за нами следит я вот думаю может быть пристов все равно мана кончается ничего третья аура архимага будет будет нормально я не хочу лезть честно дебаггер потому что у меня нет он видит меня постоянно а я не вижу что у него лучше очищу места дождусь по крайней мере еще там нескольких нескольких юнитов в идеале дождаться третьего тира точнее 3 3 атаки ну вот сейчас можно к нему сходить чисто разменяться попробовать почему потому что у нас 100 лимита и вот с этим 100 лимита не по непонятно что делать мне казалось что а вот он где ладно идем к нему гарги вроде все норм а это не он а это он но мид веганы чё присты то а это разные это ареникус ой 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 чё-то андеты похожие у того форсир андет и вот этого да как 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 я думаю чён стелепортироваться должен же вроде не да придется посидеть на лимите 80 ареникус опасен я бы даже сказал опаснее он ареникус меня тоже то есть у них патма форсир и андеты они все шок ареникус ну хорош ну чё ты делаешь на на что на этот раз то есть так похоже реально у них микс одинаковый то есть там гая гарги еще половина героев одинаковых сорочки болеют с пристами аккуратненько делаю грейда пытаясь центральную базу захватить нам тут рассказывать что рудник истощен инком это нет а можно пожалуйста это самое спасибо ну ясно г г г голос блин ну такой файл с андетами но в этот раз чуть получше но все равно беда ой беда тяжело как тяжело после перерывов играть им но в этой катке в этой катке два я медленно конечно еще действовал ну и два архмага ну что ты два архмага архмагами и декой сделаешь два архмага два архмага и дк сначала дк потом два архмага ладно архмаг первым выходит там типа ооо хаура там элементали криппинг пуши там пыщ пыщ а все он выходит тогда когда уже вся карта зачищена кроме красных точек которые там архмаг не архмаг непонятно два раза больше развода смаз тп надо я один стомп отличный или один сайланс любой массовый контроль до свидания но я перепутал дебаггера с этим сареньку сам еще почитав go last сокол сразу запустил пабджи похоже кстати они от соколик в игре все в порядке ну как масс тп это стомп это сразу второй если выживет если он выживет вот эти вот три с половиной секунды переживет стомп ужасная катка дк и два архмага сокол у тебя хуже герои дк и два архмага дайте эльфов прошу пожалуйста уже были орки трижды были андеды были хуманы дважды дайте эльфов и неотстойных героев пожалуйста игра хотя варденко была хороша у меня дважды паладин плюс даконор микс для орка вообще хороший микс вообще хороший микс ну то аура аура одна топовая другая топовая по мобильности ну ладно нет не топовая то ареновская топовая они друг с дружкой не взаимодействует конечно альянс ну сколько можно ребята ну сколько можно страданий вот этих вот 0 3 сегодня идем не знаю почему 1 4 да давненько хуманов не было слава богу что они выпали скучал по ним третий раз за сегодня или нет сегодня были орки у нас нет третий раз хуманы а нет андеты андеты же более разок а я не три раза четыре раза сыграл хуман 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 и андет точно 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 ну ладно хуман пофиг можно можно если с героями нормальными респ не очень удачный мягко говоря посмотрим кто у нас выйдет не заказал я рабочего это косяк магическую что это здесь пиндюрить надо закрепить желательно вот эту точку и вышку поставить реально пораньше надо было все таки чуть чуть левее вынести фланг куда-то вот сюда даже чтоб проход был никакой здесь подъем классный смотрим отвратительная ферма так андет и лвз эльф сколько это магическое 50 погнали герой на гонуть что это за герой вообще что это за герой как какая нага какая нага блин какая нага для пупа вы издеваетесь не стоит со мной шутить жду с нетерпением уже пора время не ждет наша воля не спорится мое уже пора приказывайте время не ждет какая нага для пупа что это кто это вообще во имя асшары как с кары там таурены бегают наша воля исполнится не стоит со мной шутить уже пора наша воля исполнится какая нага жду с нетерпением одно ваше слово что указание господин со мной шутить успокаивай себя конечно люди сейчас будут опять с тауренами бегать а ты будешь с ногой ждет великолепно великолепно наша воля исполнится подсевил подрезал финда ну надо убивать хавками этого соседа нашего не стоит со мной шутить жалко что я не смогу нормально прокрепиться уже после вот этого старта наша воля исполнится точно надо брать второго героя потому что нага она такой больше саппорт герой если честно я пошел чего не ждет хорошо хорошо иметь домик в деревне чего не стоит ладно давай лучше синица лучше тут артефакт подрезать чем там демон хантеры блин таурены это то что я видел ладно бестмастера правда увидел одного не очень повезло конечно соглашусь тут как бы согласен пробуем что-нибудь найти хотя бы можно еще вписаться в верхних как-то не стоит со мной шутить великолепно за нас жатар наша воля исполнится за нас жатар уже за императрицу ой ну было телепорт сразу жить за императрицу а товарищ вообще, судя по всему, прибежал, чё знает откуда этот демон-хантер. Хотя он мог так же забежать, как и я, в поисках, так скажем. Давайте проверим. Во-первых, здесь вардик, пожалуйста. Застряла нага? Серьезно? Акиш, ты не можешь здесь пройти? Охренеть. Какая же ты толстая, а? Наша воля исполнится. Неожиданно. Да. Какая-то выглядит. Классно поставил вард. Так, протектор, нормально. Меня зачем-то светит ещё. Что за люди такие? О, СХ. СХ хорошо. СХ я всегда рад. Ой, у него сразу сразу две спиритки. Понятненькое. А он всё равно этого футмена убьёт меня. Так, нет, лучше не блочить себя. Так, варианты. Вариантов немного, я бы сказал. Ну, это опроще всего, наверное, убивать. Блин, Demon Hunter Paladin. Вот почему такие подгоны конские? Demon Hunter Paladin просто одна из лучших связок. Одна из лучших связок. Бравастый. Бравастый. Ах ты. Ой. Я пока сомневаюсь. Тут One Low выходит. Вот мне больше кажется, что сюда надо врываться вовремя. Хотя их противостояние может быть очень долгим. Я вижу, что идёт. Ничего-ничего. Может, на ошибки его подловим. исполнится. Не стоит со мной шутить. Слава эльфам я готов. Ждём героя третьего. Ну, в принципе, мне в идеале нужен какой-нибудь типа Blade или Таурен, что-нибудь либо DPS ещё, либо контроль ещё, что может стоять, прикрывать нагу и что можно лечить Тауриен идеально. Хорошо. Вот сейчас уже мне больше нравится. Теперь главное вы прокачать. Прокачать их. Эти оба заняты. Взлетаем. Игре спасибо за подгон. Шла обсидианка. Стоит со мной шутить. Время не ждет. Не стоит со мной шутить. Наша боль вспомнится. Уже туда летим. Прекрасавец. Куда летим? Время все все и следовало мой кминок. Наша воля я готова что не стоит со мной шутить. Одному навешали, второго навешали. Кто на очереди где скрывается брак? Время что с удовольствием я готов ну ясно. У меня телепорта нет. А второй подтянулся сзади. Ничего ничего нормально. Нормально. Время не поднимись человек предсказаний прими боль наша боль чем молчить болезнь не стол со мной сейчас будет шаг уже пора взлетаем не стоит со мной шутить куда летим я готов хочешь покажу что за страшное так сейчас надо аккуратненько найти слабое место может быть даже попробовать сейчас по центру вот этих вот закрепануть товарищи то есть задавить объективно я не могу потому что если я буду давить одного второй будет меня понимаете поэтому мне нужно понятно здесь уже закрепил что ты хорошо кстати еще надо его ломать а нет ломать тебя тут уже идут ломать давай ну давай посражаемся ну так дальше ставить ли сейчас нычку там под шумок или не ставить мне кажется самое время сейчас ставить нычку здесь и наге тоже нужно мана передать эти вещи таурену да и это тоже таурену передать ой плохо это морг морг рядышком ну лимит освободили планово да я без прокачанных героев с орком не справлюсь то есть мне нужен где-то третий таурен для того чтобы я готов надо глянуть в небе мне нет равных уже пора поторопись человек ай выходим из лимитов что делать там мне нужен хороший размен что но ломиться на базу неохотам вариант этого убить попробовать ай он телепортируется аккуратно телепортируется танки танки это плохо ой там его много реально его там много в небе мне нет куда лети раз лежат приказать у нас слава эльфа на взлетаем время где взлетаем куда лети не стоит я готов поторопись человек ну поехали ну давай сражаться сзади подходит второй получи минус они идут сзади надеюсь его добьет что я как бы сделал все что мог у него осталось там два героя но скорее даже один потому что патмана ладом дышит но денег у меня маловато при этом я должен телепорт брать жалко посохи не можешь нормально использовать если так ну убить бы правого убить нижнего вот это было бы неплохо надеюсь он здесь а тот не стал добивать да вы издеваетесь да какого лешего ну ну нафига ты приходишь тогда сзади если справиться не можешь приехали блин еще орк слева там такие лимиты наверху ну давай постражаемся давай 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 куда ты я готов я готов уже поторопись человек блин я сейчас не смогу скорее всего его ну здесь защита очень хорошая зря я так и отступить нормально не могу из-за сеток ну все уже начал я поплыл и сзади гг это ласт доигрывает теплозе сори сегодня не получилось ни разу нормально сыграть мне ни разу даже близко я не был надо почаще фуфа надо почаще фуфа надо побольше практики статанолу пабджи говорит ну давай ластецку сыграем то я погнали жалко ну вот расстрел товарищ который за за хумана ты приходишь человека почти убиваешь он приходит сзади заставляет тебя стелепортироваться и при этом не нападает то есть не добивает а вы видели какой у него был лимит на тот момент то есть он спокойно добивал атоманды и в результате чего ты не выдержишь сидеть на одной базе ты идешь снова атаковать да похоже на тиммерство у них похоже так пабджи у нас загружается там новый сезон читеров наверное убрали в десятом сезоне или дали возможность выбирать карты так и к соколику нужно зайти соколик и привет 10 сезон 10 сезон золо дуо рэндом мэп опять вот ты что думал в сказку попал здесь пабджи хочешь на новой карте сыграть нет нету прошло рэди сейчас вернусь расскажи нет не рассказывает ничего не говори ой рангель пацан сразу дали рангель на ластецкого новая карта играет в разы прикольнее прикольнее чем рангель лол не может быть это сказки ну рассказывай что нового ты видел сегодня как корейцы штампанули я очень рад за за нашего собрата орка да учись что учись при таком зачем я учиться я сейчас сыграл я уже забыл как играть а он молодец дисбаланс варкрафтовский победил и взял топ-1 но там по моим первые места 2 проходят да да ну так что не на фоне старался но там прям тоже до конца опыхтел ну да я видел там я б уже сгорел на последней карте если бы эльф ко мне так ходил такой он манер я бы написал чё за он манер и после этого он не выходит до последнего здания хотя с таким лимитом можно быстро не ну беру пара ошибок конечно сделала давался развести что я не понял у тебя есть шаманы да значит есть шаманица делаешь одного вида коры кстати да хорошая тема там глаза по 50 вроде или поскольку они до 50 то есть он выходит уже инстант ставит один глаз пока я дойдет до второго уже можно второй поставить у него 75 или 100 маны на станции не он 49 выходит 49 выходит первый ну если он интендант интендант ну штурмбанфюрер как какие там звания у вас есть штурмбанфюрер штурмбанфюрер нет бонник привет непрокаченный бонник привет непрокаченный он выходит и сразу может поставить один глаз и уже идет на второй мне машины нет не могу тебе сказать то я приземлился сразу продамажился они это вернули назад что добро пожаловать по 90 сезон о и такие спайки в игре у кажется игра не поменялась у меня есть хорошо блин у меня там такие катки были во первых в самой первой катке из-за того что я варкрафты чемпионс видимо поставил включились кастом кис вот это я видел это вообще очень странное тык и тык и ничего не получается ну ладно хрен с ним во второй катке я не помню что было во второй катке короче мне понравилось что выпал дк за альянс и два архмага вот и я не мог определиться со стратегией что мне делать с ними чем аэм вышел вторым не первым вторым приходит клепить нечего первая аэм вообще топчик да супергерой но вообще второй не нужен просто просто спасибо не надо аэм обратная рыбалка обратная рыбалка трой кно у нас сквады мы против сквадов играем скотов нет да ладно да так да погнали я дк 2м и за танки аура дает мобильности дома стоп да да прокачаться во первых надо дойти я думал до ждал это дайте но ко мне пришел то урен блог мастер и еще какой-то герой было чувака а это весело я по сразу потерял почему-то архмага не понял как это произошло у дегите привет короче молодцы товарищи у нас с корейцами воюют не я посмотрел такое только раз финал не два корейских а купера этого люцифера же у проблела как я не смотрел до пробрел на тоже не смотрел я смотрел ламе и пытался 2 1 2 1 там везде 21 отец 2 слышишь смотрю стреба прямо по курсу но это не так важно самолет нам не поможет мы в любом случае едем как бы ты видишь куда он полетит самолет ну он летит он слева не-не-не-не-не на мост на мост на мост куда-то куда-то я объезжаю просто там стрельбу на потов похоже конечно выкинул груз справа хотя мы приедем туда мы прикол два груза прямо по дороге в машине меточка не меточку прямо с точки зрения его восьмой ответ правого правый груз левее ты правый я левый по-моему тип средний я пока грузы смотрю баки будешь брать баги на правый даже до убивай попер остави пожалуйста молодец машину отчет бронированный такой капец быстрее я думаю дружанец есть рядом у него рюкзак есть да он жирный как не знаю как поэт да все нормально я сискайс пока долго долго груза не найдем я ожидал почему я ему вроде там кровь летит 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 да еще он не умирает чувак оказался не в то время не в том месте не тот не тот баги он подрезал да оу шипы рыбак я даже остановиться не могу блин да что капец у меня так во первых у меня звук задержки идет во вторых я косой на я убил я остановиться не мог машина ехала ага и просто катилась я не могу остановиться прикидываешь прохладу и он еще по мне стреляет попал даже жесть поймались дурбаков мы все остаем за ночном мосту эрика получается так машина у нас вообще нет тогда или твоя баги битая а его баги есть я вижу его баги ну да начнется рыбалка видимо а че ну уже рыбалка а че двух уже поймали а это вот ружья не было сто пудов он сразу умер да аааа дааа точно точно он ему передал щас там приедут двое лови их отомсты за меня да да я один такой по немецки че то говорил ах ах ой я я а ну это самое главное ухватил да смотрю мост ну два груза то а ну ну ладно пойду сказать что я на съезжу на заднем ой блин то легко я то его найду но я боюсь одного оставлять не надо правильно правильно не надо не надо это была проверка то я не прошел прошел и развернулся до того как ты мне что то сказал это грамотные более рыбаки подлутали тоже поехали один там шипы все все как надо да радат нужен нет блин у меня фунгрейт бери лыжи и а в тебя он еще он же тебя рыбачил с гранатой ты понял гранату ну я не поймал но зато он по мне попалась это оружие не стреляю с дп еще манси устоя при этом с прицел просто в космос такой я не мог выйти но о не или здесь Abbott есть о о выкинул .. все в мишань сколько будет рыб скажи ну Ну, я думаю, мало, потому что осталось только 35 живут. Ну, 5 рыбок, 6. Да, это оптимистично очень. Мишань. Да. Хочешь прохлада? Давай. Киберпанк вышел? А, да, я видел, что он рухнул опять. На первом, когда он рухнул, я его взял. И по вечеру свяжу такого, плюс 5% типа, ну, изи, можно продать. Говорит, дай думай себе, какой, зачем продать, ты чё, соколик, изи мани, так упал, там, игра топовая. На PlayStation работает, там, туда-сюда. Утром просыпаюсь, новости типа так, Sony где-то собрала PlayStation, эта хрень. И я такой, смотрю, курс минус 20%. Я такой, о, о, красиво. И, но уже у меня, у меня уже минус 10 или минус 9%. Я надеюсь, понедельник, они же Hotfix выпустили, я надеюсь, он нас стабилизируется и продам потом нафиг его в ноль. Чё-то сильно мне надежду я потерял. Хотя, теоретически, это же вечер, вот это всё и на компьютере, потом нормально идёт. Тихо, шаги, тихо. Под нами же шаги. Болтаешь. Показалось? Это ты шагал, да? Это ты шагал. Теперь я боюсь. Ну вот. Батчер говорит, киберпанк, кибер... Киберпанки, хой. Ага, не продавайте, пацаны, я играю, если будет играть. В том-то и дело, нормальная, блин, игра. Пацаны. О, едут. Похожим. Спасибо большое, мой друг. Stay a while in this. Сейчас поедут. И синге такие. Вжжжж. Ну, они попытаются сначала. А может, мы потом на груз поедем? Мы типа по... Да, можно будет. Мы запомнили. Мы знаем, где он живёт. И... Ну, там можно, кстати, оттуда заехать. И от зоны отыграть. Но для этого сначала надо убить этих пацанов. Миша здесь ехал и x2 выкинул в езде. Или это они выкинули? Это они выкинули. По тебе? А, вон едут по берегу. По берегу едут справа. А, справа тоже? Ну это с мульта пауэр едут. Их должны сейчас принимать. Пусть принимают. Пусть они за нас все соберут и приедут к нам. С лучшим лутом. О, принимает. Да, нокнули одного. Рикоши. Акзерендом убил. Доедает. Да, убил. Убил двух. Двух? Немцев. Ой-ой. Вандерфогль. Блин, тоже птицу убила. Что это за чудесный? Что это за фогль? Вандерфогль это птицы, которые меняют местоположение. То есть они гуляют. Ну не гуляй. Как это называется? Ну, перелетные птицы. Гуляй, птица. Гуляй, птица, ребят. Гуляй, птица. Гуляй, Вася. Гуляй, птица. Я же рассказывал про кореша моего папы. Ну, я его знаю. Он завел гуся и гус этих, и женских гусей. Как женские гуси называются? Самок. Гусяня. Не гусыры, не гусыря. А что? Да. Ну, они условно. Типа едет. Женского пола. Вот. И, ну, типа, чуть мало всех хозяйства, и дети перестали есть мясо. Потому что, типа, они так любили эти гуси, и они за ними ухаживали. Патя раз, зарубил одного, второго, пять замочил. Остался гуси, он с ним так стружился хорошо, то, что у него рука не поднимается его убить. Там гусь приходит, обнимает его, ну. Гусинесса. Гусинесса подсказывает. Менять положение, мансит. Гусь-мансун. Ну, где наши друзья-то? Я еще не видел, что их убили, значит, они там. А ты мне только один болик скинул, сказал, что я семь. Да. А вы, у тебя, четыре? А вы, у тебя, четыре? У меня три теперь. А, ну, ладно, давай тебе еще один скину. Это уже поздно, блин, сейчас пойду. Давай, скидай. Уже взял, скинул, поднял уже. Потому что, я думаю, надо сейчас бустануться. Фул. Будет жарко. Они, наверное, как пурс. Едут, кажется, прямо. Нет, не этот. Да, они будут до талого ждать. У них медицинный вагон. Ну, мы сидим прям. Мы же знаем про них. Они про нас не точно знают. Я бы своими рассказами с минули С1 перестал есть. И что, веган? Я ем все, что двигается. Если это не двигается, я это раздвигаю и потом съем. А, они до сих пор мочатся. Все, обидел меня. Все лето ходил на барбечо. Ты что, веган? Убили его. Тебе коннект. Убил. Пошевели утку, говорит. Пошевели и убей. Не, ну, что-то они припухли, Миш. Пора ехать. Им да. Нам нет. Пять человек, шесть я ожидал. 18 живых, алло. Ты видишь? Круг, 18 живых. Мы сейчас за топ-1 здесь досидим. О, убил он. Убил. Казарандом. О, о, о. А он еще лутать будет. Более. Да, полчаса. Ну, приедут жирные. Битые жирные караси. Прикинь, они же не могут. Я уже думаю, что они это. Что? Левнут? Не приедут. Сейчас так они раз на другой мост поедут, да? Типа такие. Нет, это да, они читаки. Они нас не ожидали. У тебя есть этот? Граната есть? Нет, у меня только флешка. Давай я тебе гранату выкину. Прям по красоте порыбачим. Ой, что зарубается. Что там, Миша Тимбор? Алло. Уже бинтуюсь. Первый на лошади. Слушай, а медицины-то нет у нас. В том-то и дело у меня пущу бинтов. Я на них, где агентс, привет. Я рассчитываю на них пацанов. Они там еще стреляются с кем-то. Да вообще, две тимбы, бежать. Ну, можем минуту еще подождать, а то мы даже зоной можем поехать, в общем-то. Ну, на одной баге, типа, вдвоем. Мы их даже подлутать толком не успеем, Миш. Обидно. Да не, приедут. Проблема в том, что они могут приехать без медицины уже. Я очень поздно, да. Ай, блин. Что за рыбалка? Что за люди, а? Че, привет. Ну, еще 50 секунд, можно подождать. Едут. Бежит, бежит на дальнем кавере. Вижу. Бежит, просто бежит. Бежит. Нет. Подпускаем его, надеюсь, он принесет на медицину. Второй бежит тоже. Да, есть же. Караси идут. Прям бежит, прям бежит. Блин, его так жалко. Второй далеко сильно, Миш. Второй далеко. Че он интересный? Максимально, подпускаем, максимально, подпускаем, максимально. Сейчас у меня уже скоро зона видимости, я буду стрелять по нему. Не-не-не-не, максимально. Да блин. Тот на первом кавере. И на ящиках. На пять. Иди лутай его быстро, за медициной. Окей. Дыма побежал. Вижу, он там ползает, пес. Прикрыл. Давай, давай, лутай. Его убил? Нет. Быстрее уезжаем. Есть медицина? Сейчас. Соколик, беги. Очень мало взял, две аптечки. Что, две аптечки? Я даже больше ничего не подлутал. Сейчас мне еще ног тут здесь давает. Он бежит. Гоу. Гоу, уезжаем, 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 уезжаем. Он не добежит, он не добежит. Гоу. Я его убил. Хорошо, едем, едем, едем. У нас сейчас рыбалка просто какая. У нас ничего нет. И там еще два человека. Да, да. Но они уже не будут так. Ну, выбирай куда, я не знаю. Сейчас еще кусать круг будет. Не факт, что я доеду. Ну, сразу сюда, как... Ну, конечно, лучше бы сюда, на ту сторону, там вообще никого не будет. Стихо, привет, братец. Налево, едь сразу. Налево сразу... Ну, перед забором, да. Ну, на левую сторону, да. Я понял. Перед забором или внутри? Что? Да ёпыр, СТ. Я вообще в шоке. Бинты кончились, все кончилось. Одну аптечку дам. Где остановиться, подлечиться? Ну, вправо, 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 вон под горку эту, да. Сейчас заезжай. И выпрыгивай. А, ну ладно. Пофиг. Заехано. Вообще, тут чувак сзади был. И он не умер от зоны. Да, сейчас умрут, а сейчас их так кусает, просто. Ну, пока что они едят зоны, никто не... Поехали занимать, Тобик. Поехали, поехали домик занимать. Ты понял, какой я показал тебе. Слышишь, да? Нет. То есть, не отъезжай... О! Все, гоу. Уасик, может, возьмем сзади? Блин, кусает. Гоу. Одноэтажку занимаем, понял? Одноэтажку занимаем. Да. И не стреляется ни с кем, ни один бинт. Зажрался бэббер один бинт. Я вообще только на наркотиках сижу сейчас. Догоняй, догоняй. Возможно, нас встречать будет. Нам придется въезжать в стройку. Может, левую взять, одноэтажку? Сейчас посмотрим по... Машину у правого. Да, левую берем пока что. А, это нет, нет, нет. Правую берем. Правую, правую, правую. Там закрыто вроде. Класс. Просто класс. Бинтики, может, дадут. Есть бинтики? Ной. 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 Аптека есть. Еее. Скинул одну. Одну? У тебя две? Ну, у меня теперь три. Ну, теперь две. Я тебе одну скинул. Чё, по грузу, может? Ну, да. Груз рядом. 120. Сейчас переставлю машинку. А где все? Ну, 11 человек уже с таким кругом. Я до сих пор живу из зоны. Никто не умирал. Я за грузом поеду. Где груз еще раз? На 100? 20. О. Елит. 70. К нам. Заглушил мотан. Да, к нам. Ну, сразу. Это за рандом. Он доехал все-таки. Он жирный. Должен быть очень жирный. Да. 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 Я за грузом. Молодец, попер. Так. Гроза. 19 болников выкинули. Оп. Тихо. Блин, да как так-то? Держись, Миша. Можешь прикрыть? Правильно? Да, я понял. Тяжело. Все, отбой. Подлутал? Да. Че? Гроза, говорю. А, ну, просто я не расслышал. Сорян. Нет уж. Медицина там была. Четыре аптечки, 15 бинтов, 22 болика. Поэтому он вот здесь скинул, Миша. Бинты. Пробую дай. Еще одна аптечка. Блин, береза. Ай. Еее. О. 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 Жирненький. Да, хорош. Здесь на всякий случай вторая броня новая лечить. Потом, если вдруг. Окей. Так, семь человек в живых. Мы в отзоны играем, короче. Мы нормально можем. Не, у нас прям топчик. Только, а где они все? Думай, двухташка 330 и гора. Гора 290 где-то так стреляли оттуда. Ну, могли стрелять нормально. Ну, я слышал 15-ти стреляний. Еще сзади могут быть люди. Могут быть. Ползунки быстрее. Не вижу. Вполне на самолетах могут быть. Да, думаю, в кучу может быть на 50 людей. Ну, это товарищ. Представляешь, как он долго ехал? Бедолага. И по сифовому пытался. Вот этот стрелял в тебя. Ага. Вижу. 35. В открытке бежал. Миш, я вот, думаю, вот сюда. И там же, там же. Кар. Только что убили из кар. Здесь яма хорошая. Я думаю, в ней. Ныряем? Да. Здесь на самолетах не вижу. Вижу человек на 20. Да, вижу. Пока не вставляем. Вставляем, нет? Не, не, нет. Что-то понять, где двое. Но я понимаю, но проблем нет. Обацеливает кого-то. Смотри, можно поставить? Опа. Ага. У нас в спине. Вижу, где-то дерево. Подожди, я гранату. У нас в спине сейчас еще люди. Аккуратненько. Кидай ему грену. Это не то дерево. Вон дальше, за следующим деревом. Далму. Далму. Оба. И мне сзади, конечно же, прилетело. Блин. Что делать? Тихо. Они откидываются. Вижу, гренка. Блин. У меня звук лагает. Да-да, это они сзади стреляют. Аккуратненько. Да блин. У меня, короче, дилей дикий. Где-то полсекунды на стриме. Из-за того, что буфер быстро не захватан. Попробую реинициализацию сделать. Рановато, рановато. Соколик, надо было от зоны играть, как я говорил. Сначала закрываем, потом переходим туда. Ну, все, вышли и между двух огней. Ну, они сзади нас, получается, ждали момента, да. Ну, кто знает, Мишень. Командир знает. Может, могло быть хорошо. Погнали. И-и-и, какую карту нам дали. О, нормально. О, нормально. О, нормально. О, нормально. О, нормально. Я, у-в-в. О, ладно. полетели новости wipe зайди попробуй на speedtest.goodgame.ru посмотри какая у тебя скорость посмотрим что за коннект до серваков да у меня кстати Миша тоже плохо все стримы не идут ну у тебя такой интернет еще не раньше шлосы сейчас 8% всего проблемных пользователей у кого периодически возникают траблы а ты в курсе то что они в твиче теперь ввели то есть если я смотрю твой стрим ну переключаю на твич у меня загорается такой этот ну реклама или как это назвать просто этот таблица что я должен смотреть на твиче а нет не знаю такого да сегодня первый раз увидел прикольно ну я говорил о том что такие они в мбдх могут делаться что угодно сразу возьмем в машинку потом бежать далеко так это кто там едет а это ты сразу на машинке сказал он сразу понял и услышал привет бабушка надо вот здесь гаражи водородные эти баки стоят даже бабчи слышал клич времени что я вынес молотова и винтовку только с этого с бетонки мы в центре круга что ты здесь делаешь извини конечно но тут подлутают уже что ты здесь делаешь не знаю тут может подлутают что нибудь не ну если такая тема то мы скорее всего просто поубираем твичевский плеер и все ну то есть какой смысл если нет нельзя возможно нельзя смотреть будем вставлять там ютубы и прочее одно дело когда смотреть можно другое другое дело нет поэтому лесом посмотрим насколько активно они будут эту тему продвигать а может и заранее это сделаем заранее именно с ним потому что часть пользователей смотрят ну смотрят твичевский там или тубовский плеер находясь на гг ну просто для того чтобы там чатик читать комьюнити все дела что не все стримят на гг и не не всегда гг работает стабильно но если не будет возможности смотреть плеер то пусть идут лесом я перепроверю эту штуку завтра посмотрю я че могу скрин съелась мне интересно насколько распространена эта вещь у нас хорошая аудитория она поймет позицию каску нужная прицел базовый ну и мы с тобой выдвигаемся сразу на груз поехали даже youtube так и делать можно вот эту цепь до самолета лутаемся я слышу что-то машина машина передано 330 я без сказки не хочу а я там оставились вышли до мотик объезжает я наверх миш хорошо я мониторе 1 мотик уже у нас здесь сзади высматривает я на прицеле у меня здесь чувак где-то иди к тебе это сокращает ай словил голову подумал ты видишь а у меня брони нет ничего нет он за машинкой он уже в дом ушел да ты видел я пытаюсь уползти он вверху ну все можно меня поднять а нет он выпрыгивает слева блин доказки нет я одну пульку словил и все эх его убили хорошо он должен был вообще не лутать и дружане идти поднимать или дружим ах ты пёс заплакировал выход это него дружане был его дружане убил сейчас этого чувака а не умеешь показывает нормально twitch но надо посмотреть player twitch я параллельно включу он где-то каждый полчаса вы это выкидывает такое то есть ты смотришь и он тебе говорит да все тогда по мониторе я включил сейчас как только будет скрыть за скрине я тоже параллельно включу а или да ладно нормальный карт ну окей как скажешь смотри на с теперь нажимаешь и можно у у у у у тебя громче тише сделать микрофон отключить на что нажимаешь на иск нажми иск эск эскейп да вижу о репорт пожаловаться на игрока а это чё ага чтобы ты не оговорил а это чё вредительство можно тебе за вредительство пожаловать нет сокол птица не вредная ты чё по-настоящему хочешь на этой карте играть поршение ну ладно, давай ливая как скажешь я не видел какая карта сгружался сначала я ливну ёэээай по용 погнали давай хорошенькую астецкую потому что завтра понедельник я думаю что у тебя тоже будет веселый день и И надо хорошенечко показать, на что киберкотлетный сокол еще способен. Я понимаю, что ненамного уже... О-о-о! Карта наша. Карта мор. Ну что ты, что ты можешь. Давид, ты же можешь что-то еще? Есть еще порох в ягодицах. Или завтра усреднить CD Projekt? А? Ты у меня, спрашиваешь? У эксперта по киберпанку и акциям. Бунсайдиков у меня нет. Завтра сколько-то я отнесу. Завтра на работу. У меня была прикольная... Это, как я... Картиночка. Блин, не найду ее. Акции уже немного отскочили с Вен... Да, они отскочили, ну блин. Другая проблема. Я их на первом падении был. купил там он 54 был евро сейчас 62 гэби хорошо спасибо большое спасибо посмотрю ниги 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 там сейчас проблема в том что готовится ну что не готовый продукт что но блицов что не подавали близов такой юр отдел в activision ты знаешь миша сидит project самая одна из трех самых богатых компаний больше владелец компании потерял только на первом отскоке несколько миллиардов долларов это говорит о том сколько у него миллиардов если мне нужны то у него есть деньги хорошо буду знать у тебя есть яндек он яндек него за деньги купишь да 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 кстати вы там не это самое уже давно он не писал вот так вот обидно конечно где-то числа спятого свою олю давно не видел он и твою олю давно не вижу а ой слушай некоторые вещи это да кто с кем встречается стихи как лари аль поживает что какой он купил реаль он в это inside и нельзя об этом может никому нельзя знать об этом но поэтому и говорю это секретное имя маленького цыпленка которому вместе завели понятно машина нужно круг неплохой терпимый как же нас расстреляли то тогда сейчас посмотрю дальше вообще я верю что они еще отскочит ближайшее время потому что будет провальный самый проект который положит ну начало конца city project а ты будешь верить до конца у тебя есть политика по поводу этого тоже должен был сбросить уже эти акции я их миша я сидел вечером так у меня меня я наказывает 2 процент сокол только два процента у меня было плюс пять процентов и я вечером сейчас что такое может скинуть хорошего нет они же пойдут наверх там ведьмак нетфлик сарайча серий ну франчиза все топово все уже скручено там то есть да у них инкам идет дикий даже с киберпанком они за первый день уже самолет оплатили все расходы по предзаказам да классно да ну они же получили куда ты побежал я туда побежал там нет машины тогда давай нету груза ну вот ты же маржинами торговля занимаешься просто купил акции продал акции у меня два портфеля один именно ты продал один рюкзак на хорошо и чего ты делаешь с ними один на долгий срок другой на короткий на очень короткий вплоть до минут нашел машину тиририн тинь тинь тиринь тинь и водород еще можно пробачить в общем то есть по сайфовому так ну там такой круг что они не 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 плохая идея все отставить едем куда-нибудь сюда ловим второй самолет вот опачки я тебя довольно таки рано да ты выше просто сидишь жираф тот еще водород говорит водород это вещь смотри яндек уже не высмеивает меня водород а он разве высмеивал твой водород не он слушал и мотал на ус у него нет курса да все дефолт мы все умрем деньги закончатся поль открытым поехал дальше проспим в я с удовольствием у меня два калаша у меня топовым по множеству ул мега пулемет и 4 забирай а че не взяли пуль пойдем искать людей ну у него должна быть третья к ты слышишь тиши 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 они в компе в этом справа я понял я хочу увидеть то за камнем поле поле у него каска я я гау гау гау-гау гау 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 это просто в кемпе сидят люди а ты лутаешь поле после я говорю уходим он нет блин убили была моя краска ну дым бы хоть кинул блин пятерки нужны я скинул же там 120 штук скинул 120 внизу в самом нечискать эти пятерки короче найдешь пятерки говорим я без без другой разговор ты ри ри ты он странный конечно пришел пулич не взял из этого пулича его и убили но с таким лицом в поле бегать и стрелять это очень зря он конечно сделал ну ты видел как это турель на те пятерки твои и xx стенд это еще x4 спасибо x4 не нужен твой этим пробачиваем есть нашел хорошо хорошо прошел рыбачим как примачиваю речь я готов берил наверху кукол на кого у меня мега пулемет слушая порыбачить пулеметом было неплохо наверное да да ты такой осенью москотч погнали я машинку по дороге подрежем как летели полетели так летели в общем о держись закрыто бери красиво ты уже могли плюс могут быть люди которые слышат нас сейчас наши домики вроде закрыты открыты такой наивный конечно что здесь будут люди вот зачем есть люди бегут от нас от нас бежит посередине пойду подметаю нужна такая меточка как ханте миш как раз да очень странно что нет он же не додумались на таких вещей простых практичны инфири инфири уралом паркуйся и он слева троп в среднем инфири стоп и подгрузился лут вот подгрузился у у меня нет ни одной птички я взял тут парочку не знаю не нужен тебе гранат миллион икс шесть ладно икс шесть подрежу мини есть не знаю это же нужен не нужен тут никого нету не будет да какой то вообще левый карась но карась но левый как он здесь вообще он рыбак мне кажется не карась кто-то сказал что здесь вообще никого не будет все ошибаются да я знаю это где мои аптечки скинул две гоу ну все я готов поехали гоу едь без меня тебе хватит этого рыбачу не или что ты еще хочешь да я полностью это котич котич самолет хорош ща полетим самолет не очень хорошее уже уже нет оп вот собака он улетел черт знает куда сам конце круга выкинет куда едем что делаем и индий поехали центр может типа здесь лодочки подождать давай потому что умные люди через левый мост не поедут не дотяну не дотяну так ну выглядит конечно тихо еще много людей живых так дальше посмотрю на берег на на се как тебе по семеркам дела семерок 8 штук на с кс никто не плывет пароме вроде тоже чисто нет они полностью испортили игру грипа рома взрыве рыбалки поехали поехали не будем так сейчас он дойдет и нам придется в любом случае куда-то вражок ехать в починки там выбираю же место 40 человек реально 40 починка что-ли сидят и прыгает можно отыграть все таки вот этих домов или вообще вот этот хороший убираем двухэтажка вы сложно обороняется он вижу такой туда туру место вези меня какой в какой куда в другое место а в другое место блин ну ты выбирал поэтому в починках в трехэтажку ну в починках слишком резко может поменяться нормально миша да я вижу вижу в починках частично открыт пачинки частично открыт пачинок много что неудивительно В С听ах не к чинок а захожу на улицу лучше наверно НЕ в доме а ПО периметру смотреть Юг в первую очередь верит едет 160 ст скинул на горе что это за глюк звука такой у тебя тоже такой киберспорта прерываешься там кемп они его что закроют хочу к ним подняться не сильно но пошли справа я думаю да лучше двигаемся со стрельбой ну то есть скорочка хорош мы уже близко и топай не топай передо мной справа ног 2 2 там с той стороны миша назад он на 250 за пригорком выпикивается аккуратно лечусь это точно они да видимо да лучше мотивация конечно это было с пуля от тебя перед пропалить это что еще подрашиваю пишу зачем что втором сможем не сможем хорошее преимущество я призрежу но преимущество топовое там твоем даже не сможем я могу вовсе в мугре на кем не я отошел уже нет про план где-то сел на соседней горе стрельба так но он не в зоне надо в наш кем спускаться и он не в зоне нам в идеале вообще вот эту вот точку занять пошли в наш кем машине блин ну можно вот от этого дома отыграть он топовый очень плохой уйдет да поехали в ту метку который я поставил главное проехать будем ехать по полю сани листы при этом направляя я по траектории больше интересует типа право-лево вот это вот чтобы не въехать такие вот штуки смотри внимательно транспортное средство в твоей дыха ташки кажется вверх закрыт открыто открыто закрыто 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 но заезжая на две каски второй этаж крыши злила 22 уже у нас 200 открыто кибитка есть 35 там будет по двери 235 будет к нам подниматься люди я искал здесь о приехал вазик 140 ты вообще не в простреле там или как ну я думал что я простреле для церкви на самом деле на церкви никого пока не вижу так что да вот в этом закутки можно 200 может машину переставить завези ее внутрь пожалуйста как же четко приказы выполняются я хорошее место все встречаем 320 вот а сейчас мы представляешь по починкам мы начали двигаться стреляем пока что по команде только нв нн е у нас люди подниматься гору и вот он привет мы доиграли победила рейникус и играла два раза с ним сплотнял андет масса как надо пищик лаги за что-то видим вот интересный кстати фистер театральном слайд-шоу сейчас он эльфом был да сейчас он и тоже хороший герой привет спутник кипер алхимик нас эйр фокус и тарка шаги к нам отбегает нет да помоги первый этаж заходит внутрь слева хорош я заболзу это было не стоит здесь не стоит здесь не стоит да вот с этим паркуром нельзя запрыгнуть на этот на кто это еще не это не стреляли это не стреляли а гранату чтобы она 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 от них дешево то скажешь цело оружие заклипилась потом я решил запрыгнуть на пропешку и упал вниз там каркаж цели за 4 раненько попала им а другой бежал налево мне казалось что оба были за деревом не один бежал друг другу голову да вижу его под сокращает под камень побежит бежит бежит влево давай а 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 дужа не подползает но может поднимать не пропусти момент до не торопись хорош 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 молодец молодец сначала подлечить потом сначала подлечить потом это патрона круг 4 секунды да садись и въезжай в город рекомендую тоже нету медицины сейчас она кроет заезжай короче в круг как смотри как сам по траектории прям прям дальше 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 проезжай приезжай прижи вот перед тобой вот здесь вот останавливайся в 10 стоп в идеале здесь ты в центре круга хорошо 10 человек у тебя почти центральный дом все нормально сиди и гранат ничего но ты мог там остаться если продолжил да нет всего последний шанс передо мной вроде ок ок я их убил а круто слышал да да ну ты тут простреливаешься с разных домов по тебе клип такой вообще я вижу ну знаю не шумит не шумит встречай уж не проверить м мать с другой стороны да из другого дома строят уже давай успеем шуток власяцк погнали такая дичь ч я затопил а чо он по ним не стрелял да там вижу нет не факт что есть там лежит перегородки и прочее прочее хорошая катка ты там давай там бах один раши второй под домом уже такой пэйс пэйс такой десантура видишь нукнутого тот отступает им потр Хорош Так, есть лаги из-за чата Стоит идти с чата на избранные И ласис, лаги честным образом уходят А вот это очень интересная тема Можно подробности, добрый варвар? Ты, насколько долго, например Ну, то есть, когда они появляются? Сразу после того, как Подгружается страница с чатом? Или через какое-то время? Может быть, это из-за гифок Из-за анимированных смайлов Из-за того, что в Ну, рендер, типа, это всё равно Картинки на странице Они подгружают браузер. Когда сейчас слишком активен. Пара белых точек в строке личных сообщений. Вот что расстраивались. Пара точек в строке. А я не вижу пару точек в строке. Это когда грузится три точки. Прыгают, не? Не знаю. Те троллят, может, мы еще. Это стихо. Он может стролить. Да, может быть, побросать котов реально анимированных. Эй, говорит, стихо. Эй! А я тебе не рассказывал, я пуху рассказывал. Папа нас, это когда... Здесь яма, куча этой земли нам привозили для сада. Осталась куча. И папа вчера решил ее разровнять. Чуть-чуть скат убрать и все такое. И соседская кошка, Лили, пришла, смотрела на него, что он там делает. И потом он нашел мышиное гнездо огромное. И она теперь там каждый день сидит и охотится по нашему гнездо и кучу нор еще вниз. Она сидит и охотится и оттуда не уходит вообще. Вообще, прохладно так весело. И радостно такая вся. Калаш есть. Там просто спросить по поводу того, где у тебя биткоины заныканы. Там прям растет. В одном месте, да. А нельзя никак восстановить? То есть ты приходишь там к директору биткоинов и говоришь, я сокол, у меня было 20 биткоинов. Да, перечислите, начислите, да? Ну да, как бы верните, я же покупал, все. Нет, этого не получится. Какая там система восстановления биткоина? Кто главный биткоин? А кто, да, кстати, пацаны, кто разбирается? У тебя чек остался? Чек есть? Ага. Да, да, чек еще. Это свидетельство о рождении, где написано 20 битков. Какой пароль забыл на жестком диске? Все отформатировано уже 300 лет назад. Переписано 500 раз. Ну слушай, но эти данные-то фактически они где-то есть? Они есть, да. А теоретически эти биткоины существуют. Ага. И практически тоже. Ну кому они принадлежат? Мне. Так. Давай сюда, поехали. Асю. А ну-ка они точим. Хренели коты левые. Усы, лапы и хвост. Вот мой документ. Все правильно. Так, у меня есть Томпсон и два Энергитоз. У меня есть калаш, винчестер и 30 патронов. Семья. И нету каски. Томны хранятся у каждого пользователя, никто не может их пользоваться. Но нет, разве что новые транзакции по ровной системе. Да и я троллю, я понимаю, что он высокобезвозвратно потерял почти полмиллиона баксов. И... Слушай, чем ты мне это говоришь? А через год ты скажешь... Пять миллионов баксов, да? Эй, да. Люди были. Да, я понял. Теоретически это неправильно, да. Смолят? Должен давать. Что тут слышу, да? Смолят летит. С.Е. Сворачиваю. Вижу. И на гору такой, на бусик. По группе крови хотя бы, типа, это там, я не знаю, по ДНК, типа. Вот купил биткоин, и все, и ТНК так засейвился, и тебе не нужен даже, конечно, биткоин, кошелек, это как там правильно назвать по-русски. Валет. И все, и изи так. И не потеряешь. По-русски валет. Скинул. Скинул, да, далеко, я не поеду. Я поеду. Езжай с богу. А, может, я не поеду. Ау-ау-ау-ау. Не, поеду, поем. Хорош. У тебя все получится. У некоторых, говорит, оп, а здесь были люди. Ой. В отличных сообщениях из белой точки начались строки слова добра. Там же должен. Люди, говорю, здесь у меня. А, я уже уехал дома. Я понимаю, но нет, это не повод разговаривать просто. А у битков нету как такого человека типа как Брэндон? Просто, пожалуйста. Я думаю, ты Брэндоном можешь в общем письме написать. Помимо ситуации с чатаками. Да, да, да. Брэндон, как так? А он же делает свою игру какую-то до сих пор. Я надеюсь, что не получится. Ничего. Не дай бог выстрелит опять. Что? Вижу груз. Как ты охренели просто. Подходит в одном и том же месте. Точит когти. Блин, да ладно, у меня левит. Блин, мишень. Выезжаю. Их много. Я умер. Здесь очень много людей. Тебя что дабит? Левай давай. Да все, уже времени нет. Есть, как раз. Блин, Соколик, ну что за руина, а? Че-то хероватый. Погнали. А, ты же у нас уже короной болеешь, да? Надеюсь, нет. Так ты же сегодня сдаваться должен был. Завтра вечером. А это днем. Левай. Левнул. Спасибо. Дальше не леваем. Нет времени. EA Sports. У нас тут был гг-стример, который слил около 30 битков на трейдерстве. И, медитируя, ехал головой. Можно спросить, что, как возможно восстановить кошелек. А это кто такой, кстати? Не. Акслав? Не-не, как его? Не-не-не, ванклава не было. А, ванклав. 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 Ванлав. Ванлав. Вот он. Ванлав интересная тема. Ванлав, где битки? Где битки, плазма, лысая кошка, дети. И фотографии непосредственно с детьми. Давай. Там, кстати, новый контент подъехал от анклавы. Опять он постримил. Ну, значит, у него есть аудитория. Да, на ютубчике стримит. Ну, периодически говнари приходят, рассказывают про сущность анклавы. Вот, знакомят новых пользователей с Димкой, с его творчеством. У-у-у, свинюки. Да-да-да. Верните, плазму. Не, ну он же кинул много пацанов, нет? Да, много пацанов кинул. Нехорошо. Потом его кинули. С лысыми котами. О, мы забыли прыгнуть. О, как мы одновременно прыгнули. Кстати, я называю профессиональным прыжком. Ё-п-р-с-э-т, народу-то... Два, четыре, четыре. Так, нету. Первый каскай. Все пошли. О, у меня тут набор глушитель, прикинь. Винчестер тут, если тебе интересно. Да, если эти патроны все не поднял. Ну, было бы не так интересно. Ты куда бежишь? Ой, не туда бежим. Бегу. Ты... Нет, Сержас, не пробовали. Сегодня только с Соколиком. Там вроде хвалят эту карту. Ну, один человек приходил, хвалил. Оп. Ты видел? Уже не надо. Уже... Оп. Тан-та-ра-дан-тан-та-ра-дан-дан-дан-дан. О, это инвенция Баха, кажется. Тан-та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Восьмая инвенция Баха, проверяйте. А, нет, это... Не, 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 не восьмая. Восьмая, это... Руина, все проверили. О-о-о. А, это тоже инвенция. Пятая, ставлю на пятую инвенцию Бах. Бинты бери. Не хочу. Ладно, беру. Не хочешь, вторая каска бери. Первая инвенция Первая, самая первая инвенция Ребят, все, финальный Голограф тебе не нужен здесь лешить? Нужен, конечно Ну вот на мне СЛР на мне Не нужны тебе СЛР? Нет никакой Эрки Это плохо Левка, штука, СЛР Че, где выходим? Как скажешь? Ну давай, иди ко мне Ниша какая Калаш на мне Да? Бегу Не, мы выходим у тебя же вроде Калаш, ты сказал Так, ну у меня здесь не выйти Ну там у меня бомба есть Стюпид трендом говорит Так привык смотреть записи, что забыл о том, что можно Чат писать И не можно, а нужно Не только можно, но и нужно Где калаш? Так По дороге Я не знаю, как выйти здесь Патронов нет Ну вот, ты хотел калаш или патроны? Дай патронов Хотя бы 20 Как мы находимся? 0-10 Отсюда выйдем Ну там бомбу кину и видим О, там да Проблема Я не могу все семерки поднять Ладно, все БДХ Ну, с Богом Как в последний раз Выходим Вижу 150 Понял Мы выходим или нет? Ну, я не знаю Слева Гоу Сзади груз выкинул Гоу Ладно, убиваем их Да, убиваем их Вот здесь внизу Кэмп Вижу его 165 Вижу, 160 Да Внутри Кибитки Там еще второй Второй Это не сегодня 155 Гора Камень Скалы Там еще один Минимум На груз, может? Пока не поздно Ну, уже далеко Нам все равно Назад возвращаться Ладно Ищу выход Правильный Оу К тебе? Рядом Я три на линии Включаю Вижу, человек бежит С Вправо Будем? Да Если получится Стреляем Двое Двое Там У тебя Кассовый С С Х2 Вообще Ни одного Ни Одна Ни Бегает К тебе По мне другие стреляют Еще Я открыт Убегаю Давай, может, круг, а? Я тоже Пытаюсь Убегаю Я тоже Убегаю Я тоже Пытаюсь Убегаю Ага, уже В кавери Габи 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 Попытка Передать извинения Сына парня А, Свен Свен, тебе передали извинения Мне передали 150 рублей Спасибо большое, Габи Не вижу их А, вижу А, нет, не вижу Сто было, ты сказал, да? А, вон Да Вон они на горе Это их другие убивают Давай отрежем этих лучше Ай Ты кого стрелял? Левых или правых? В левых, конечно же Потому что правые и так обречены Тут фугас есть Ай, я возьму Наверное Да Они подо мной стреляют Мишеньки Зона Да У меня Есть Зоны Не знаю где они вижу одного только бегаю к тебе ну точнее к тебе вижу бежит человек куда в зону на 30 бежит очень плохо стреляла параллельно нам по правую руку бегут я за тобой бегу ух ты очень сильно по мне зажали минус сказка был смелый выстрел опада очень редко 4 дал одному случится у меня спина полностью помещен другие стрелять эти побежали один не бежит один остался там же другой справа оббегает попал одну они за пределами зоны за пределами зоны один на 165 другой на 185 за кипиткой я пробовал надо забежать уйти куда-нибудь позицию да я правее беру они очень метко стреляют право здесь на горочку 4 секунды до сих пор нет рюкзака сокращаемся я вижу они все еще в зону бегут у них получается медицина у меня нет одна аптека 5 бинтов попытался но без шансов они еще зоне будут и они уже в зоне сразу по мне больно стреляют очень больно опять фугас есть аптека взял у меня вот я передо мной на 40 хорош красиво взяли они жирные в т3 кажется 1 до авто 3 очень жирные можно можно лутать много лутать мк тут у него мне только семерки остались есть семерки здесь хорошо далеко 12 живых те двое слева рашить домик который на границе круга то есть просто пробегаем и все не так много народу осталось нам позиции все готов вижу людей вот это на метку бежим ну или просто останавливаемся на границе в час на горе надо убивать я бы убил ну ладно убегай до тебя сначала не там на горе в открытке оба блин такая голова была он мантил причем лутал мантил получил в голову это те которые очень метки да 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 я вижу их заканчиваем ластец скажи теперь у нас наш пакет надо закрепить и в шоколаде ты с ним стреляешься? блин реально он опасный я не хочу стреляться уже оба здесь вижу блин а щас меня убьет мониторю он пока не пикается я щас встану бегу назад ой тут с горы надо мы не в зоне спускаемся вниз камешками да но я покажешь прилечусь он очень меткий 185 смоки у меня есть тут один испортил нам все надо вниз в те дома как нибудь у меня два смока я откинул я побежал окей я с тобой капец тут просто реально его краш штурмует я на ренч кинул хорошо успеем справа у нас будет тот один чувак я помню кажется в кемпе еще пати ой кемп сейчас будет бомбардировка блин шесть давай до этого до он тоже в бомбардировке ладно ну здесь живем пытаемся все и что ты входишь в кемп ээээ ну в зоне ладно хорошо и сзади прикрываться от этого прям можно правее взять кемп полностью лысый давай правее блин не нравится мне то что не нравится ладно хорошо один чувак угу все попал только смог откидывай куда-нибудь к забору я до кибитки доползу не успею у меня была проигрышная позиция да и линь лечишься и к его камню надо будет идти возможно это тот самый чувак который я надеюсь что это он я спину чекаю четыре человека иначе это тут слишком все открыто четыре это тот про нет это тот сзади за зоны стреляет пипец сучок за зоны алло тварь я у меня там еще один выцелил у меня а он и умирает за пределами зоны капец да красиво вот она вот она игра киберкотлетная что он не подбежал хотя бы до кавер так так что у нас тут есть а что он не подбежал хотя бы до кавер это почти ничего справа что они все котлеты какие-то по нему стреляют два человека слева скорейся блин я вижу одного ты понял да АВМ ну ты в зоне почти да я то в зоне так ног а два человека это целинного капец убил один один он возвращается я знаю и палимся блин бежать конечно туда вон там что я вижу нормально ему первым надо будет убегать у него есть кавер он про тебя не знает что это настоящее или нет что ли читер что ли порционал что такое он завис что ли и не умирает еще причем я зажал что что у меня ничего не стрим не что ребят у меня то за камнем остался сидеть у меня то остался за камнем я молчал просто думал ты выжидаешь что он выпишет я зажал вроде как пострелял хорошо по нему мне никаких дропов ничего этот стойком профессионал понятки все соколик пока пока спасибо друзья что смотрели увидимся с вами завтра вечерком пока побжи отличная игра кстати рекомендую да у меня повтор посмотреть за репорчи его хоть что-нибудь подкажем и у меня Продолжение следует...